Мы находимся в здании правительства Москвы, где проходит Конгресс в поддержку программ президента Российской Федерации. Тема Конгресса – профилактика инвалидности в России и формирование здорового образа жизни. Организатором выступила Московская медицинская палата. Среди основных задач Конгресса – разработка и реализация целевых программ в области профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов, обеспечение контроля за их исполнением, в том числе на основе сокращения инвалидности вследствие отравлений, дорожно-транспортных происшествий, профессиональных заболеваний, внедрение профилактических и лечебных технологий в целях предотвращения хронизации патологического процесса и минимизации тяжелых последствий болезни. Сегодня на нашей конференции собрались жемчужины нашего государства, те, которые имеют огромные достижения, труженики, люди, которые отдали свою молодость. Я считаю, что всем очень молодые. Нам еще очень много работать, свою молодость, свой труд, свои знания. И они готовы продолжать, они готовы взять под свое попечительство молодых врачей, молодых учителей. Они готовы максимально отдать себя нашей великой России. Я считаю, что мы должны вспомнить наставничество, когда у Пирогова, Боткина, Сечина были ученики. И на самом деле это были очень открытые люди. Они были знамениты на весь мир, но они были очень открытыми людьми. К ним можно было обратиться с любым вопросом. Это сейчас как-то принято, что человек, чтобы ему как-то выйти в свет, это нужно особое приглашение или что-то еще более важное. А сейчас мы стараемся с малого детского возраста организовать школу юного медика, например, чтобы детки могли знать, стоит ли поступать им в институт или не стоит медицинский. Потому что очень многие студенты понятия не имеют, что такое медицина. Они поступают, потому что престижно. Для чего вы собрали всех участников этой конференции? Самое главное, мы объединили самых лучших представителей разных профессий. Они очень много прописывают важных положений. Они анализируют реформирование, здравоохранение, образование. Они не собираются ничего ломать или что-то там запретить. Они собираются создать альтернативу. То есть чтобы, как в то время Николай Пирогов, тоже были сложности в медицине в том числе. Но он не критиковал никогда государственную медицину. Он создал самое главное – общество русских врачей, в которое добровольно вошли лучшие представители здравоохранения, профессора. У них было очень важно. Они собирались ежедневно на совещании и спрашивали друг друга, что нужно сделать, чтобы не было эпидемий, чтобы не было страшных заболеваний. Вы знаете, результат просто неописуем. И наши люди, они вообще любят общаться, да, и что-то новое познавать. Я перезнакомила, передружила огромное количество людей, у которых создалось даже свое вот направление в жизни. Может быть, они даже не собирались идти этой дорогой. Но они вместе выработали ту самую тактику. Они стали более, как сказать, авторитетными врачами. Это правда, потому что их мировоззрение расширяется, самосознание. Потом, знаете, когда человек видит такое общество, чувство чести и достоинства возрастает в душе. То есть он гордится своей Родиной, он гордится своими преподавателями, потому что мы приглашали очень важных людей. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня архиважное совещание. И если мы возьмем на себя такую ответственность и начинаем об этом просто пока говорить, нас ждет очень большое будущее. А самое главное — укрепление российской государственности, потому что государство зависит от количества народа, от качества питания, от их здоровья и от духовного, сильного, крепкого характера, которое всегда сопровождало всех, кто родился в России, в прямом смысле слова, непобедимых, великих людей Российской Федерации. Если мы вспомним историю, то посмотрите, какая закономерность. Всегда на Руси рождались очень крепкие люди, богатыри. Даже если они некоторое время не воевали, если они не занимались общественной деятельностью, они в это время укрепляли свой дух, укрепляли свою силу, укрепляли свое здоровье. И в войну были непобедимы наши государства, просто непобедимы. Наши врачи работали так четко, и по статистике, оказывается, 93% раненых бойцов возвращались в строй очень быстро. Настолько слаженно люди работали. Что помогало? Помогала дружба, радость общения. Если даже были совсем сложные бои, буквально маленькое затишье, начинали доставать гармошку, делиться хлебом, совершенно не жалуясь на судьбу, на тяжелое время, что так сложно, война, фашисты убивают рядом. Никто абсолютно не смел об этом говорить. Была одна цель – за Родину, за Сталина, за мать, за семью. Что происходит сейчас? Идет реальное ослабление нации. Очень слабое здоровье детей. Кто виноват в этом? Конечно, все. Все мы. Врачи, прежде всего. Воспитатели, учителя. Никто не обращает внимания на психологическое состояние детей. Сейчас и взрослые люди очень слабые психологически. Вы посмотрите. Ведь никто не обращает на то, что относительно хорошее состояние России. Владимир Владимирович Путин выдвинул нас в самую высокую ступень. Незаметно для нас построил фундамент сильнейшей современной России. Хоть кто-нибудь каждый день идеологически говорит об этом. Нет. Радуется? Нет. Никто друг с другом общаться практически не хочет. И так складывается, что довольно большое общество превращается в одиноких, каких-то несчастных, грустных и даже в какой-то степени депрессивных людей. Нет друг друг друга никакого времени. Телефоны, компьютеры, телевизор. Никто не хочет общаться. Без радости общения мы не сможем победить врага. Без радости общения мы не сможем в прямом смысле этого слога построить самую мощную державу. Один в поле не воин. И не может президент все сделать для нас. Он постоянно спрашивает, где вы? Где общественное мнение? Где тот труд, безупречный труд, который помогает России вот в прямом смысле этого слова восстанавливаться? Почему так плохо выглядят маленькие дети? Почему родители, зная, что нельзя ходить в Макдональдс, нельзя позволять фастфуд, нельзя в детском саду или в школе класть на стол то, что ребенку есть категорически опасно? Никто не поднимает этот вопрос. Я являюсь попечительским советом в кадетских корпусах. И эти генералы, которые сейчас начальники этих корпусов, со слезами на глазах говорят одно и то же. Минздрав отказался от всех кадетских корпусов. Взял на себя ответственность Министерство образования. Никакого улучшения здоровья не будет, потому что никто не смотрит. Нет медицинских центров, нет диетической сестры, и которая просто положена ей быть, потому что разный возраст детей, разный набор витаминов, обитательных веществ никто не прослеживает. Детей тошнит, им очень плохо, они выглядят ужасно, у них просто усталость на лице, у маленького ребенка должен быть румянец, а они все бледные и отечные. Кто виноват? Конечно же мы, не только врачи, но и те, которые просто не хотят замечать, что продается на прилавках магазинов. Нет никакой просветительской работы, потому что мы ее не ведем. И сегодня мы собрали здесь жемчужин великого государства российского. Каждый человек, который здесь, мы сейчас познакомимся, каждый человек имеет за своими плечами огромные достижения, непрерывный труд. Многие вообще не ездят ни в какие отпуска, многие вообще не дают себе покоя. И надо сказать, что если мы вместе объединим свои усилия, мы увидим, что такое Россия. Россия – это народ, это сильный народ, радостный народ, позитивный народ, потому что мы всегда смеялись, мы всегда танцевали, мы всегда пели. Посмотрите, любой фильм, сталинский или советский, ведь там музыка, весь фильм такая позитивная. Посмотрите сегодняшний фильм, депрессивная музыка, страшные лица, страшные сюжеты. И это нужно тоже запретить. Запретить нужно все. Фастфуд, плохое медицинское обслуживание, плохое образование, плохие фильмы. Запретить нужно все. Кто это сможет сделать? Только мы. Государство не до этого, потому что очень сложная обстановка. Дай Бог удержать Россию на этих позициях, дай Бог ее сделать такой мощнейшей вот в качестве военной обороны. И пусть они этим занимаются. А мы с вами обязаны прописать программы, ходить в школы, в детские сады, устраивать детям определенные мероприятия, где они могли бы познакомиться, приглашать кадетов, героев Российского Советского Союза, с которых бы они брали большой пример, в школы приглашать заслуженных учителей, которые бы рассказывали им, как ребенок должен себя вести, как себя чувствовать, народных артистов. И мы должны заботиться о всех, которые очень взрослые. Сейчас стараются разоботься о детях. А кто заботится о престарелых ученых, о очень больных врачах, которые построили ту мощную медицину, которая была лучшей медициной в мире? Кто заботится о учителях, которые на ногах простояли 50-60 лет? Им сейчас реально очень плохо. Где они? Кто о них знает? Где те герои, которые сражались и падали с самолетов? И что только не было с ними, которые ранены по 50 раз? Кто о них заботится? Никто. Поэтому я считаю, что нужно создать фонд по заботе ученых, врачей, учителей. И мы должны их объединить, чтобы они перезванивались, встречались, плясали под гармошку. Все, что им нравится. Общались, они умеют общаться. Потому что молодежь должна видеть, что делает взрослыми. Это пример, как нужно жить. И качество жизни на сегодняшний день самый главный вопрос. Прежде всего, администрация Главного бюро медико-социальной экспертизы признательна Надежде Александровне Журавлевой за приглашение для участия и обсуждения проблемы профилактики инвалидности в мегаполисе. Думаю, что обсуждение вопросов острых всех касательно этой проблематики сподвигнет нас и мобилизует на поиск решений в решении данных проблем, которые сталкиваются лица с ограниченными возможностями на территории нашей страны. Искренне желаю всем успешной работы в ходе круглого стола и в повседневном труде. Вкратце я постараюсь остановиться на показателях некоторых по инвалидности в городе Москве. Значит, за 2016 год признана была свидетельствами в бюро медико-социальной экспертизы города Москвы 227 593 человека. Это 93% оставляют взрослые и 7-8% дети. Значит, признаны инвалидами первично было взрослых 64 401 человек и 5104 ребенка. Значит, повторно признаны инвалидами 110 тысяч человек взрослого и 10267 детей. Значит, по структуре непосредственно если отметить, то в структуре среди детского населения на первом месте идут врожденные аномалии, на втором месте болезни нервной системы, на третьем месте психические расстройства и расстройства поведения. Обращайте на себя внимание, что в 2016 году по отношению к 2013 году увеличился отдельный рост среди детского населения с новообразованиями с 3% до 12%. Это настораживающий факт. То есть по цифрам, если говорить, по причине онкологических заболеваний, если в 2014 году было признано детей первично 449 человек, то в 2016 году уже 583. По структуре, по врожденным аномалиям первые признаны инвалидами было в 2016 году 1102 человека. Из них с врожденными аномалиями центральной нервной системы 89 детей, с аномалиями системы кровообращения 339 и с хромосомными нарушениями 157. То есть цифры сами за себя говорят о объеме и показателях инвалидности как среди взрослого, так и среди детского населения. Значит, вопрос основной, который на сегодняшний день, самый главный, который можно поднимать непосредственно, это и уделяется на сегодняшний день, это орфанные заболевания или редкие заболевания. Прежде всего, хотелось бы выделить организационные и медицинские проблемы при данных заболеваниях. Это трудности диагностики, отсутствие опыта и знаний врачей, проблемы лечения, реабилитации данных больных, стандарты лечения редких заболеваний, проблемы клинических испытаний, закупок лекарственных средств для таких больных, преемственность между специалистами при переходе с детского возраста во взрослые. Также психологически, семейные, социальные, финансовые ситуации. Самыми актуальными проблемами оказания помощи больным с редкими заболеваниями в настоящее время являются недостаточно эффективные методы диагностики и нарушения протоколов, неонатального скрининга, низкая информированность специалистов о заболевании, отсутствие обеспечения жизненно важными медицинскими изделиями и лечебным питанием, лекарственное обеспечение пациентов с неэффективными препаратами, не имеющими данных, о клинической эффективности и безопасности у пациентов с редкими заболеваниями. Своевременное решение проблемы у пациентов с редкими заболеваниями позволит значительно увеличить продолжительность и качество жизни больных, а также осуществлять методы профилактики заболеваемости в стране и значительно сократить затраты на лечение и реабилитацию данных больных. Я не буду останавливаться в детализированном виде по аспектам по решению данных проблем. Они будут вытекать практически из тех актуальных проблем, которые вам перечислены, хотелось бы отразить еще непосредственно, чтобы более активно использовалось профилактики заболеваемости, прежде всего врожденных аномалий и так далее. Это переконцепционные профилактики. То есть не тогда, когда ребенок родился с врожденными аномалиями, различные болезни, потом начинается медикаментозная, лекарственная, медицинская помощь различными и, соответственно, длительная и повседневная реабилитация. Прежде всего нужно на ранних этапах, до того, как семья планирует ребенка, была проведена диагностика, чтобы были изучены, ну, будем говорить, все наследственные факторы и так далее, проведена профилактическая работа. Тогда таких проблем, как моковисцидоз, фенининкетонурия, врожденная гиперплазия корына отпочек и ряд других заболеваний, конечно, будет значительно меньше по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому блок вопросов касательно по детям, в частности, очень большой. Не менее меньший, больший блок также можно отразить среди взрослого населения, значит, по структуре инвалидности. На первом месте болезни системы кровообращения, на втором месте онкологические заболевания, на третьем месте болезни костно-мышечной системы, далее нервности, мои последствия травм и так далее. Тоже есть аспекты. Вопрос в отношении реабилитации тоже сложный, который требует соответствующего решения на уровне не только муниципальном или субъектовом, но и на уровне Российской Федерации. Это прежде всего, чтобы были стандарты реабилитационные по различным нозологичным классам болезней. Соответственно, усиление и укрепление реабилитационной базы, специалистов, подготовка реабилитологов непосредственно в данном направлении. Ну и, соответственно, обеспечение инвалидами техническими средствами реабилитации, которые сейчас ведут по программам, индивидуальной программой реабилитации и абилитации. А в перспективе в будущем, конечно, нужно переходить адресность, то есть, чтобы был реабилитационный сертификат, чтобы инвалид или человек с ограниченными возможностями сам мог выбирать те или иные средства, которые необходимы ему в процессе реабилитации или компенсации утраченных функций организма. Поэтому это тоже будущее, и, я думаю, это правильное, в общем-то, решение, чтобы человек не то, что ему прописали и на аукционе, согласно 44-го федерального закона, та или иная фирма поставляет то или иной препаратов, допустим, аппарат, допустим, слуховой разного производства. Инвалид будет правее сам выбрать то, что ему нужно, качественно и так далее, и так далее. То есть это тоже будет более рациональное использование и повышение качества проведения реабилитационных мероприятий. То есть я вкратце благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Петрович. Пожелаем вам в дальнейшем, знаете чего, скорее всего, чтобы как можно меньше было у вас работы, чтобы все врачи и детские, и взрослые донесли до ума будущих родителей, что на самом деле, и сегодня мы бы много говорить на эту тему, на самом деле нужно серьезно относиться к деторождению, заранее нужно обследовать, может быть, даже вести такую программу перед регистрацией молодоженов, предлагать программу обследования мамы и папы, чтобы хотя бы первоначально можно было обратить внимание на что-то, чтобы когда идет зачатие, чтобы мы четко знали, что рождается человек полезный, крепкий, будущий воин или будущий строитель светлого будущего нашего государства. Но нужно обратить внимание на то, как сейчас слабеет психологическое состояние человека. Дело даже не во вредных привычках. Наркомания, алкоголь. Честно говоря, уже доказано, что русские пьют гораздо меньше, чем немцы, французы, либо финны. Это чистая правда. Мы просто умеем гулять, умеем веселиться. И всегда было вранье, что русские алкоголики, что они выпивают очень много, пьют суррогат. Это неправда. Мы очень интеллигентная нация, мы работоспособная нация, мы очень культурная нация, и весь мир должен об этом знать. Может быть, как только мы будем об этом говорить громко и ответственно, и у всех изменится мнение о нас. И мы всегда идем впереди планеты. Это чистая правда. Несмотря ни на что, не сравнится наша медицина с американской, либо немецкой, потому что никто не ведет никакой статистики. Я знаю огромное количество людей, которые ездили оперироваться в Америку, либо же в Германию, в очень короткое время умирали, отвезли туда огромное состояние, реабилитацию прошли, а потом отпевали огромное количество людей. И если об этом мы тоже будем говорить, ведь мы знаем это. Мы, врачи, которые констатируем факт. И сейчас, может быть, очень важно подумать о том, что нужно сделать, чтобы общество уберечь от той депрессии, от того состояния психологического разлада, который происходит сейчас. Много факторов. Но я думаю, что взрослый человек хоть как-то может справиться. А что сделать ребенку, который не понимает, что это за мир, как он вообще обостроен, как ребенок это должен, он детства не видит. Вы посмотрите, сейчас многие дети вообще не видят никакого детства. Они лазят по всему интернет-пространству, они видят ужасы, они играют в страшные игры. Что дало мне это мероприятие, приглашение на это мероприятие? Это дало мне то, что я достаточно был и ездил, приглашали на конференции. Хотелось бы, чтобы все это сбылось. О чем говорилось? И чтобы эти вопросы решались на очень высоком уровне. Очень говорилось о президенте нашем много, хорошее, доброе. Говорилось о нашем народе. И мало того, что говорилось о том, что насколько быть реальным, полезным в сегодняшнем время. Наш президент дал право и дал возможность реализовать его. И это не мечта, это действительно реально. Потому что если где-то, даже вот будем говорить, даже 5 лет там назад, я бы не поверил бы, что это можно решить. В данной ситуации уже решается. У меня есть сотрудники уже, которые находятся уже в Китае. Уже решают на таком уровне. И сегодня тоже я, дай бог, что в дальнейшее сотрудничество с китайской, моя главная задача – это поднять и как федерацию, и как китайскую медицину, что ни китайская, ни еврейская, ни российская, ни кубинская, ни американская, а действительно медицина принадлежит людям. Я прошел, хотел послушать и услышать, насколько реально сейчас происходит, насколько действительно можно взаимодействовать в реальности. Если действительно реально это, то настолько быстрое движение будет, настолько реально будет движение, то будет хорошо. Здравствуйте, господа. Надежда Александровна, спасибо большое, огромное, что пригласили. И нахожусь рядом с вами. Для меня большая честь находиться здесь. У меня сразу после вашего выступления, у меня сразу есть такое предложение. Я попросил бы взять для себя обязательство или поручить нам, в Федерации еврейских врачам, общественной организации, это кадетские корпуса, взять, возложить на нас или нам поручить, чтобы мы проверяли питание, оздоровительную систему, все, что связано с медициной, возложить на нас, чтобы мы могли, чтобы не закрывались кадетские имена. Они очень сейчас нужны, они востребованы. И я думаю, что мы и постараемся это выполнить. Это я вот это сразу хочу, чтобы сразу на нас возложить и взять на нас вот этот пункт. Вот. Я сейчас хочу поговорить о эмолидности аудеизма. Очень такое сейчас тоже востребованное и очень не обращает внимания. Говорят, в нашем мире мало абсолютно здоровых людей. Есть недообследованные заболевания, есть врожденные, приобретенные. И задача врачей в первую очередь сделать так, чтобы врожденные заболевания не развивались, а приобретенных не возникали. Предотвратить патологический процесс гораздо дешевле, чем бороться с прогрессующим заболеванием. Так что профилактикой раннего выявления болезни необходимо удалять первостепенное внимание. Надо помнить, что Всемирная организация здравоохранения в середине 20 века определяет здоровье как состояние полное физическое и душевное и социальное благополучие, не только отсутствие болезней и физических дефектов. Как практикующий психиатр-нарколог могу сказать, что почти каждый человек, живущий в современном обществе, испытывает дефицит к социальному благополучию, так и душевного комфорта. Это сказывается на физическом состоянии людей. И не даром говорят, что все болезни от нервов, постоянные стрессы, психологические и психические травмы получены от несоответствия желаемых картин мира. Окружающие действительности вызывают депрессию, соцпатию, хронические усталости, толкают людей к злопотреблению алкоголем, наркотикам, сомнительным психопрактикам. На этом фоне развиваются заболевания, ведущие к инвалидности. Можно сделать усердный вывод, что общество деструктивно влияет на здоровье каждого индивидуально, подвергая опасность себя и в целом, но находя в этом источники своего развития. Количество инвалидов в нашей стране, к сожалению, растет. В России почти 7% населения инвалидов. Но и социально активные инвалиды тоже растет. Многие из них уже не мерятся с ролью людей, исключены из активной общественной жизни, занимаются искусством, науки, делают открытия, изобретения, становятся предпринимателем, общественными лидерами, даже депутатами. Такими людьми можно восхищаться, но поддержка на всех уровнях им просто необходима. Я считаю, что это зависит все от нас. Сегодня подчеркнула Надежда Александровна, все только от нас. К слову сказать, так называемая либерализация отношений к психическим больным людям, которые привели к закрытым многим психонерологическим стационарам. Просто преступление против общественного здоровья и фактор социальной нестабильности, который имеет отдаленные и не всем очевидно нагружающие последствия. А есть еще одна растущая группа людей, на которых внимание обратить после фильма «Человека дождя». Аутизм сейчас воспринимается как нарушение развития, влияющее на восприятие внимания, мышления, поведения, социальные навыки. Чем вызывает это нарушение? Пока подлинно неизвестно. Где находятся грани между отклонением и нарушением развития, тоже неясно. Что такое норма, если не 1-100% здорового нормального человека? А если воспринимать как норму состояние оптимальной жизнедеятельности организма, конкретных условиях его существования? Так каждый человек нормальный, пока жив. Просто норма у каждого своя. Здесь пора отойти от философских рассуждений, поставить вопрос иначе. Здоровье людей важен социальный, экономический фактор, основа безопасности существования нашего государства. Здоровье нации зависит от стратегической перспективы, о здоровье матери и детей. С развития общества, науки и выделяют разные группы. Здоровье и нездоровых людей, которые стремятся либо к социализации, либо, напротив, к удалению от общества, исключению себя общественному, асоциальному поведению. Я считаю, что с ростом значения каждого индивидуума, общества и ростом количества случаев аутизма надо объединить усилия государственных институтов, частный бизнес и общественная структура для исследования аутизма, как являя поиски способа, как ранее диагностика, так и работа признаки аутизма на поздних и ярко выраженных стадиях, прикажутся ограниченности в общении социальной активности и многих людей, страдающих аутизмом. Являются гением точных наук, математики, спецслужбы. В многих странах буквально ходят за отечественными детьми, чтобы поставить непохожести их ведения этого мира, неусердную норму, скрытые таланты на службу своими интересами. Мировая практика показывает, что лучший успех в лечении тех или иных заболеваний достигается при сочетании государственным и частным финансированным исследованием. Предлагаю рекомендовать структурам Мездравым создать исследовательский центр, посвященный изучению феноменов аутизма, а бизнесовым структурам обратить внимание на инвестирование средств в частный центр по практикующей взаимной адаптации людей и, прежде всего, детей, страдающих аутизмом, к общественному и обществу, в котором они живут, для раскрытия новых возможных взаимодействий, раскрытия исключительных способностей, к которым наделены люди дождя. Я еще одно хочу добавить по поводу патриотизма нашей страны. Я говорил и буду говорить от нас, родителям, здесь я вижу, все взрослые, у всех есть дети, от нас зависит, чтобы наши дети были... С 90-х годов у нас прекратилось отношение ближе к детям. Мы потеряли отношение к детям. Дети нас не чувствуют. Почему? Потому что мы отучили своих детей сопереживать, сочувствовать нас. Они потеряли... Вот в этом отношении вот эти два самых волшебных слов – это самопереживание, сочувствие. И внутренний вот этот патриотизм, чтобы дать детям нашим. Надо прямо в школах уже готовить наших детей к патриотизму, к нашей родине. Я вот еврей, но я люблю Москву. Я настолько люблю ее, я всю сознательную жизнь прожил в Москве. Всю сознательную... Она мне дала все. Вот. И я сейчас с вами. Вот. И я горжусь своей страной, я горжусь своим президентом. Спасибо. Спасибо. Это очень приятно. Слава Богу. Мы уже говорили с вами, что на самом деле любой человек, который родился и живет в России, для всего мира русский. И нужно четко сказать всем многонациональной стране, нашей любимой родине, чтобы все понимали, что ты никто, а ты какой. И когда человек говорит, кто ты русский, это значит какой. А там уже добавить из Дагестана, из Чечни и так далее. Мы все русские для всего мира, для всей свелены. Это очень-очень важно. Вы знаете, честно говоря, вот проблема аутизма сейчас, наверное, самая горячая. Никто не изучает эту тему вообще. Министерство здравоохранения на себя брать ответственности не хочет. И Министерство образования тоже не желает заниматься этой проблемой. И мы запланировали в сентябре месяце международный конгресс, когда будут приглашены со всего мира специалисты, которые, кстати, взяли все наши программы, которые были построены лет 70 назад по таким странным заболеваниям, которые пока непонятны медицине. Но что происходит сейчас? Кое-как дотягивают ребенка до совершеннолетия. А потом просто дают диагноз шизофрении. Но все четко понимают, это не шизофреник. Ни в коем случае. Это человек, который требует себе особого внимания. Он не может встроиться в этот мир. Он для него очень сложный. И, как ни странно, в самых платежеспособных и богатых семьях рождаются такие дети. В простой бедной семье аутизма нет вообще. Люди не знают, что это такое. А если отец в Министерстве обороны и очень стесняется этого, или дедушка заведует огромным заводом высокого уровня технологий, у них в семьях, как правило, либо внук, либо сын. И они готовы отдать все, чтобы изучили эту проблему и медицине в том числе. Они готовы выделить огромные капиталы, чтобы был какой-то центр, где его ребенка доведут до взрослого и здорового состояния. Просто никто не хочет участвовать в этой теме. И поэтому я считаю, что эту тему нужно поднимать немедленно, потому что огромное количество детей страдают этим недугом. Но самое главное, что эти семьи платят огромные деньги, как мне рассказывали, по 2-5 тысяч долларов ежемесячно, доверяясь людям малопрофессиональным, потому что это частные специалисты, которые называют себя психологами по аутизму, людьми, которые готовы обучить этого ребенка. Но на самом деле эффекта никакого нет. Поэтому нужно подумать, что нужно сделать, чтобы хотя бы в Москве, может быть, даже собственными силами или за счет тех семей, которые готовы вложиться, построить какой-то центр, пригласить туда хороших специалистов. Очень много учителей, очень много врачей, которые сейчас практически не участвуют в том здравоохранении или образовании, которое реформировано. Очень многие не хотят работать там, где их заставляют принимать за 5 минут. Либо такие программы дают, которые совершенно детям нельзя преподавать. То есть все жестко, все на нервном каком-то срыве. И можно привлечь тех учителей, врачей, которые из советского образования, либо привлечь каких-то, может быть, из стран СНГ, серьезных специалистов, которые с удовольствием будут обмениваться опытом. И сегодня мне бы хотелось еще поговорить о том, что, к сожалению, большому существуют разграничения народная медицина и традиционная или нетрадиционная. Это совершенно неправильный подход, потому что нетрадиционной медицине огромное количество тысячелетий, а как раз традиционная ей всего 200 лет, а в фармацеи и того меньше. И мы живем в такой богатейшей стране, где столько трав, здесь столько минералов, и мы этим совершенно не пользуемся. Мало того, мы практически не изучаем старославянскую медицину, где огромные тома, которым по 400-500 лет, и мы не производим тех препаратов, которым лечили бабушки, и которым называли знахарами или какими-то, я не знаю, другими словами. У нас сегодня в гостях очень знаменитый доктор Александр Тимофеевич Агулов, который всю свою молодость и юность положил на изучение вот именно тех знаний. Он ездил по всем деревням, собирал знания и сам практикует огромное количество людей. К нему попасть совершенно невозможно. Наверное, нужно ждать полгода, чтобы записаться к нему на прием. Александр Тимофеевич, расскажите, для чего вы здесь собрались и какие цели преследовало данное заседание? Вообще, мой приезд сюда, он связан с тем, чтобы популяризовать вот эту тему, которой я занимаюсь, потому что она позволяет выходить из многих заболеваний достаточно простым способом, без затратных, без лекарственных. Особенно мы говорим о профилактике. Хорошо бы сделать Институт национального здоровья, где вот такие методики необычные, они собрались бы в одну плоскость, и мы могли как-то все это дело объединиться и быть, скажем так, украшением нашей медицины. И эта медицина, она, конечно, не протокольная. Каждому человеку должен быть индивидуальный подход. Я думаю, что мы, в общем-то, в целом все сходимся, потому что хорошая вода – это уже часть здоровья. Или те же аминокислоты, или те же, скажем, биохимические процессы, которые происходят, они для всех одинаковые. И поэтому, если мы используем и то, что у них наработано, то я думаю, что это обогатит нас всех. В том плане, обогатит здоровьем. Когда вы планируете реализовать все то, о чем говорилось на данном заседании? Вообще этим я реализую уже больше 20 лет. Наш центр существует больше 20 лет. Мы обучаем специалистов, обучаем врачей. Но слишком малое их количество. И по банку данных всего 9 тысяч специалистов, которые прошли вот это обучение. Ну что значит для России 9 тысяч? Дело в том, что мы занимаемся манипуляциями на животе. Ну так сложилось, что еще, скажем, когда было советское время, я занимался разработкой темы работы с животом. Это нужно было для спецподразделений. И вот работая с животом, мы увидели много интересного. Потому что практически-то у нас уровень доктора, он заканчивается на том, что исследование живота, и все на этом кончилось. А представьте, что очень много проблем в животе возникает из-за нарушения микроциркуляции. И оказывается, если печеночку продавить, отек с нее уходит, лучше работают мозги. Если улучшить функцию поджелудочной железы, то смотришь, гиперчувствительность, гипервосприятие, оно тоже меняется. Гипервосприятие окружающего пространства, не только чувствительность тела. И вот здесь вот... А сейчас очень много исследований на тему живот. И представьте, что в животе свыше 100 миллионов нейронов. Так вот, оказывается, это выше, чем спинному мозгу. Но самое интересное, все процессы, которые происходят в животе, они аналогичны и в голове нашей. И вот здесь мы наблюдаем такие интересные явления, когда существует еще и рефлексив взаимосвязи. Вот, предположим, желчный пузырь и состояние сосудов области височных областей. Ну и, естественно, головная боль височной локализации. Если кто занимается восточной рефлексотерапией, они знают, что это принадлежит желчному пузырю. Так вот, мы проводили исследование. Взяли тепловизионные исследования головы отличника и двоечника. И чем же отличается? Так у многих двоечников получается, что функция желчного пузыря, она выпадает. А выпадает, идет перераздражение, идет схлапывание сосудистого русла и нарушение микроциркуляции кровоснабжения. И вот, если двоечника нужно было продавить, улучшить функцию оттока желчи из печени, из желчного пузыря, как только функция начинает нормально функционировать, кровоснабжение меняется, степень запоминания возрастает. Ну вот. И был даже такой... А? Ну, и был даже такой интересный случай. Я о нем рассказывал как-то на конференции, если кто следит за сайтами, там бывает так, что интересная манипуляция на животе. Мы еще работали тогда на Войковской, и к нам поступил мальчишка. Его привезли олигофрен, его привезли с Татарии, с Казани. То есть у мальчишки текла слюна, все такое выражение лица специфическое. А так как болит живот, то родители привезли, потому что если доктора не могут помочь, они начинают искать что-то. И вот вышли на нас. Ну, и я поручил одному из докторов работать с животом. Ну, а специалист решил к этому дополнить. Ведь мы знаем, что в области паравертебральной, в области живота самое большое количество тучных клеток. И если их раздражать, активизируется обмен в животе. То есть кроме того, что продавили, улучшили микроциркуляцию, оказывается, если раздражать эти точки, то мощно идет активация обмена. И вот что же делал этот специалист? Он, кроме того, что провел, он начал проводить массаж живота медовой. А представьте, что это медовый. Это боль. И, естественно, ребенок начал кричать. Все доктора ко мне подходят, говорят, «Тимофеич, прекрати это». Ну, что это такое? Ребенок кричит. У нас так было устроено, что были перегородки стояли. Естественно, ребенок кричит, все слышат. Или доктор разговаривает с пациентом, тоже рядом окружающий слышит. Вот, знаете, такая вот информационность. Ну, и в конце концов, я его раз вызвал, второй раз вызвал. Я говорю, Сергей, если ты будешь так продолжать, знаешь, я вынужден что-то с тобой сделать, наказать тебя. Он говорит, «Тимофеич, ты мне дал работу? Я хочу, чтобы эта работа была нормальна». И вот представьте, где-то на пятой или на шестой процедуре, когда, а у нас там был, ну, еще это 95-96 год, еще таких требований не было в медицине, что нужно кабинет, что нужно обязательно вода. И у нас санузел был. Естественно, там вода теплая была. И вот он полотенце на руке, взял эту банку с водой, банка с медом, идет. Он провел массаж живота, а теперь снова медовый массаж. И вдруг этот мальчишка поворачивает голову, говорит, «Серега, не надо!» А он никогда, он вообще не говорил ни на татарском, ни на русском. И первые его слова оказались, «Серега, не надо!» После этого мама не захотела даже уезжать. То есть, и представьте, вот манипуляции на животе, они дали вот такой вот эффект, знаете, что... Поэтому, коллеги, вот здесь вот подход может быть к реабилитации, он будет заключаться не только в том, что мы даем какие-то медицинские препараты, какие-то травы, но конкретно манипуляции. Ведь у нас, если мы с вами возьмем печенку, то, естественно, попробуйте, вот если после алкогольного возлияния обычно зрение падает, скорость мышления падает, запоминание. А почему? Печень перегрузилась. Правая доля, она метаболическая, она отвечает как раз вот за эти взаимосвязи. И когда мы рассматриваем людей или пациентов, детей, которые слегка отстают, то первая особенность у них проблема печеночного характера, то есть ярко выраженный застой. Или нарушен отток. А вот отток, это уже по разным причинам. Здесь может быть как стрессовость, здесь может быть паразитозы. Ведь на паразитозы тоже никто не обращает внимания. Конечно, я ни в коем случае не говорю, что вот это все решает. Но, поверьте, очень высокий процент. И даже среди больных. Конечно, ни в коем случае не говорю, что... Но ведь у нас есть и результаты, когда болезнь Альцгеймера отступала. Это, конечно, не часто, но есть категория пациентов, которым достаточно проработать, улучшить микроциркуляцию живота, а в данном случае больше уделить внимание печенке, и проблемы уходят. Проблемы все больше, больше, больше у детей. Если взять 2000 год, это были другие пациенты. И среди взрослого населения, среди взрослого, представьте, ишемия брюшной части аорты или окклюзия брюшной части аорты. Я приглашал докторов, чтобы показать, что это такое. А сейчас каждый третий приходит, и мужчины, и женщины с этими окклюзиями. Мама дорогая, что такое? А ведь представьте, если взять современные данные, та же печень, когда мы говорим там камни в желчном пузыре. Ребята, есть работы патанатомов, патоморфологов. Оказывается, в печени их больше, но их просто не диагностируют. И, конечно, когда нарушается отток желчи, когда нарушаются функции печени, то вот они проблемы, с чего начинаются. А теперь к нам приезжали ребята с Израиля, которые тоже занимаются аутизмом. И они говорят в открытую, что как только начались прививки, все, дети аутисты. Вот одна из ситуаций, которая вызывает вот эту патологию, это прививочные дети. И опять же, они говорят, лет 15 назад у них работы практически было очень мало. А сейчас они настолько заполнены, что... И вот они, конечно, ездят, собирают, их заинтересовала вот эта вот, скажем, система манипуляции на животе. И я думаю, что те, кто занимаются такими детьми, им нужно обязательно знать живот. Поверьте, как меняется психотип ребенка, когда вы отрабатываете живот. Почки вызывают страхи. Как только вы отработали область почек, как только они восстановились... А восстановились... Что значит восстановились? В нашем представлении, это когда ребенку даете свеклы, грамм 100, и моча не должна окрашена быть, вареную свеклу. Если же она окрашивается, говорить о здоровых почках не надо. И не надо никаких глубоких исследований. А всего-навсего нужно запустить. Я умею слушать пульс. И в первую очередь, когда я слушаю пульсы, я исследую, как пульсирует левая или правая почка. И вот как только рассогласование между этими, я уже могу судить о чем. Если левая почка рассогласования, значит у ребенка густая кровь, потому что, представьте, восточная рефлексотерапия, она утверждает, что почки выполняют 16 функций. 16. Если взять нашу физиологию, там всего перечислено небольшое количество, 2-3. Выделительные в основном. А так, каждая почка свою функцию выполняет. И вот представьте, что левая почка, она регулирует заряды эритроцитов. И если функция ее снижается, кровь становится агрегатированной. И вот эта агрегатированная кровь уже ведет себя совершенно по-другому. Тяжело переваривать, тяжело работает сердце. Начинает страдать поджелудочное, потому что ведь ребенок и так-то кровь не очень-то хорошая, а выпил какой-то пепси-колы, кока-колы, идет еще большее сгущение. И это сгущение приводит к тому, что функция поджелудочной железы страдает, потому что сгустившаяся кровь, мелкие сосуды поджелудочные. А потом обратите внимание, что во время стресса иногда люди слепнут только по одной причине. Так густая, плюс еще стресс привел к тому, что загущение произошло, или выпитый какой-то алкоголь, или съеденный какой-то продукт. И вот вам потеря зрения. И вот достаточно взглянуть на живот, то сразу можно оценить, как функция работает. И, конечно, если мы с вами берем, я сейчас вот говорю, что с 2000 года, сейчас каждый третий приходит, приносит, а к нам-то и простые-то не идут, ишемия брюшной части аорты. А если ишемия брюшной части аорты, то нижние артерии тоже склерозированные, а это нарушение кровообращения малого таза. И, естественно, женщины страдают. Страдают, формируются мивомы, эндометриозы, кисты или маточные кровотечения, ампутации. Но ведь гинеколог-то, он не смотрит эту аорту, потому что его не обучали этому. Ну вот. И получается, что и нижняя брюшечная артерия, которая обеспечивает кровоснабжением нижние отделы кишок сигмовидной, ее тоже никто не смотрит. И сколько бы гастроэнтеролог не занимался бифидом, лактобактерией, там, вита, и что хочешь, но ведь если кровоснабжение нарушается. А нарушается, и, в принципе, решение проблемы достаточно простое. Если, зная определенную систему, разминать, ставить пиявки, то улучшается микроциркуляция, и самое это удивительное, что эта аорта, которая, казалось бы, склерозированная, она приходит, она оживает. Конечно, я не говорю, когда уже человеку за 80 лет, там уже, ну, кальцинат такой сформировался, но если мы берем с вами 50-летних, которые приходят с такой патологией, или 60-летних, у них обратимые явления. И вот поэтому-то я считаю, что вот эту тему нужно отдать в институты, и, как ни странно, никто не берет. И, конечно, когда у нас появляется протокольная медицина, коллеги, я считаю, медицин наш погибнет. К сожалению, это так. Получается, здесь нечто такая вот ситуация, есть автомобили, которые штампуют, а есть автомобили, которые руками делают. И вот один недостаток, это время работы с пациентом, это минимум час-полтора. Понимаете, а приходят-то, знаете, негде метку поставить, все болит. Когда все болит, вот такого ты берешь и потихонечку приводишь, потому что есть основные рычаги, есть основные участки. И моя задача, как разработчика, было, чтобы воин, который выполняет боевую задачу, представьте, а он идет, там стрессовая ситуация, все замыкается, запирается, гормональный фон, он приходит, руки трясутся, а там нужно стрельнуть. И для этого, чтобы такой тряски не было, достаточно было определенные участки в животе расслабить, желчь сбрасывается с печени, с желчного пузыря, все, процесс пищеварения запускается, все, и ту же почку, если человек попил холодной воды из родника и его прищемило, тут же лег, пропальпировал ее, то есть, оказывается, вот импульсно, если воздействовать на почку, она прокачивается и функция ее восстанавливается. И, ну, понимаете, кто чем владеет, а здесь-то, вот оно живое, и ты хоть спляши, но чтобы он, у него ни спина не болела, ни шея не болела, ну, и, естественно, мозги нормально работали, и для этого нужно, чтобы живот пришел в нормальное состояние. То есть, да. А вы, как по теме, сказали, что отказались, исследовать, тема какая, от которого отказался, от потянули? Это вот как раз наша тема, это, это так называемый висцеральный массаж. Массаж. Но массажом назвать ее достаточно, может быть, очень мощной терапией, которая позволяет людям выжить в любой... А какие есть научные результаты у вас? Научные работы. Результаты какие у вас? Практические результаты есть? Да вы знаете, практические результаты, это то, что поток народа идет. Просто мы стараемся сейчас показать, что есть такие доктора, и такие методы лечения, и такие достижения в изучении данной проблемы, на которые нужно обратить внимание всему здравоохранению. Это очень важно. Но ведь самое главное, сейчас очень много процессов, которые врач стандартный, не знает вообще, и не хочет углубляться в этот процесс. Продолжают ли общение участники конференции? Ну, на самом деле, встреча очень комплексная и позитивная, максимально расширяющая кругозор, вот в том числе меня, как врача, носящий международный характер. Я очень много слышал о висцеральном массаже, но вот сейчас впервые встретился с практическим доктором данного направления, и, конечно, хочу посетить эту клинику и посмотреть все это своими глазами. Да, конечно, подобные встречи очень сильно поднимают вопрос где-то каких-то социальных проблем и возможных путей их решения. Как будем общаться? Да будем общаться по мере поступления каких-то проблем. Я уже знаю, что есть люди, к которым я могу обратиться. СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ особенно если это касается имплантологии. Внедрение народного тела в череп, в челюсти это все-таки дело более серьезное, поэтому хорошо, что мы отстали от них на 20 лет, но теперь мы их догнали, уже давно догнали и идем вместе со всем миром в ногу. И у нас весь спектр стоматологических услуг представлен здесь. Тем не менее, мы видим, что эта мировая стоматология, вот такая хорошо организованная и высокотехнологичная, она нас завела в тупик, потому что мы как были без зубов, так и есть. Импланты с каждым годом увеличиваются во рту, чуть ли не укаживая, еще на один, еще на один. И потом имплант отторгается, потом снова встается. То есть излечивается ли пациент? Нет, не излечивается. То есть при всех вот этих технологиях здоровья стоматологического у населения нет. Мы всегда смотрели за бугор, что это, наверное, у нас в России так, у нас все без зубы, а вот там за бугром каких красивых голливудских улыбок, и даже бренд такой появился, голливудская улыбка. И теперь, когда мы ездим и обменимся опытом, и я вижу, что там то же самое, там такие же точно картины клинические, как и у нас. То есть мы можем говорить, что в стоматологии это общая мировая такая вот ситуация. И Надежда Александровна поддержала меня в идее развивать русскую стоматологию. Русская стоматология имеет немножко другую теоретическую базу. Если мировая стоматология со всеми их имплантами развивается по теории эволюционного развития Дарвина и всё, что есть во рту у человека в любом возрасте рассматривается как адаптация к эволюции, русская стоматология, я автор концепции «Человек изначально идеальное творение Божье», я рассматриваю человека как идеальное сотворённое, идеальное творение, и если во рту что-то происходит, это страдание идеального человека. И если мы вот с этой точки зрения посмотрим в любом возрасте на человека и мы сделаем идеал как задумано Богом, то у нас сразу появляется и правильное оживание, и правильное самочувствие, и красивое лицо без всяких перекосов, и красивая улыбка, мы теперь это называем русская улыбка, потому что это естественное, это стремление к идеалу, который был задуман, и следствие, какое следствие русской стоматологии? Не только красивая улыбка и хорошее самочувствие, ведь зубы это наш стилет, опора жевательных мышц, которая обрамляет наше лицо и делает его молодым и красивым. И нижняя челюсть, которая осуществляет связь через зубы с черепом нашего тела и всего остального, вот от её положения и зависит состояние щитовидной железы, какие-то спазмы на шее, а это все мышцы, среди которых идут артерии, вены и в мозг, и в глаза, и слуховой нерв зависит. И вестибулярный аппарат улитка среднего уха находится сразу за мышелком нижней челюсти. И если даже низкая пломба, вот буквально на полмиллиметра, это уже сдвиг мышелка сустава и напряжение в вестибулярном аппарате. Отсюда у нас получается, что с возрастом по мере износа зубов у нас люди теряют осанку, начинает голова кружиться, начинают вместо того, чтобы сбрасывать на жевательные мышцы, то есть основной механизм сброса стресса это ночной, мы скрижащим зубами, сбрасываем стресс через жевательные мышцы. Если у нас нет опоры у жевательных мышц, у нас есть дополнительный коридор сброса стресса, это язвы желудка и высокое давление. И вот вам портрет пожилого человека. Осанка, головокружение, какие-то проблемы с кишечником и высокое давление. Человек опирается на палочку, потому что он боится закружиться голова, и он упадет навзничь. И вот вам согненный пожилой человек, можно сказать, со всем букетом, с которым потом они сидят все на приеме у нейропатолога, у терапевта. Но я утверждаю, что нет вот такой вот старости, нету такой, есть беззубость. И почему я сейчас так утверждаю? Потому что все эти симптомы, которые я сейчас перечислила, они сейчас молодеют с каждым десятилетиям. Из-за экологии у нас идет сужение неба, то есть небо под более острым углом вдавливается в нос, искривляется носовая перегородка, состояние верхняя и нижняя челюсть вот это соединение меняется и ранний износ зубов и беззубость начинается уже чуть ли не с трех лет. С молочного прикуса мы наблюдаем те симптомы, то есть стираемость эмали, чувствительность шеи и зубов, это уже у 5-6-летних детей. 15 лет у некоторых нету, даже у благополучных детей нет уже по одному, по два маляра, а что с ними будет в 30-40 лет и как они будут служить в армии с голокружениями, бедицей, сосудистой дистонии ставят 100% сейчас подросткам в военкоматах. Вот эти вот проблемы с помощью правильной стоматологии можно решить. Эта методика уже много лет это все решает. Тоже проблема, как у Александра Тимофеевича, все идет в разрез со стандартной мировой стоматологией. Они утверждают, что вот такой прикус правильный, а я говорю, что это стертые зубы. Поэтому нам надо соединяться, работать, потому что мы нашли уже с Александром Тимофеевичем общие точки соприкосновения на радиопередаче, когда беседовали. То есть напряжение в шее это почки, это желчный пузырь, но это еще и стертые зубы. И если стертые зубы это органическое нарушение, то есть организм не может сам себе нарастить эмаль, значит вот здесь должен поработать функциональный стоматолог именно по этой концепции. А уже висцеральный терапевт снимет все оставшиеся блоки. Поэтому здесь есть у нас будущее, если мы объединяемся. Спасибо за внимание. Спасибо. Я думаю, что сегодня нужно поговорить о многих причинах, почему нация слабеет, почему детям так тяжело и взрослым тоже не сладко, потому что на самом деле здоровье становится хуже и слабее каждый человек. Семей сейчас здоровых практически нет. Даже если смотреть на людей, которые очень обеспечены, они выглядят гораздо хуже, чем люди, которые имеют менее достаток. Это, наверное, связано прежде всего с питанием. Очень много сейчас говорится о качестве питания, и, к сожалению, большому никто не обращает на это внимание. Существует огромное количество продуктов с ГМО. все знают, что мясные изделия с гормонами и антибиотиками, это все употребляет человек. С какой стати ему быть здоровым, если он даже не понимает. Еще Гиппократ говорил, ты то, что ты ешь, это на самом деле, что еда, это твое лекарство, это правда. Компания находится в Томске. Это инновационное предприятие, разрабатывающее уникальные технологии оздоровления и профилактики дисбактериоза у детей. Здоровье, оно как воздух, его начинаешь замечать только когда он заканчивается. Поэтому мы разрабатываем такие технологии, которые позволяют здоровье сохранять с самого начального, с самого детства. Для того, чтобы люди просто не болели, для этого есть профилактика дисбактериоза, профилактика кишечника. И уникальные технологии позволяют сохранить нашу национальность сильной, крепкой и здоровой. Вы знаете, это очень инновационная технология, ее разработали наши российские академики в Томске. Она позволяет сохранять бифидобактерию в очень уникальной, запакованной капсуле, которая достигает нашего кишечника, проходя наш кислотно-щелочной баланс практически без потерь. То есть 80% наших бактерий попадает туда, куда нужно. В этой конференции мне бы очень хотелось посотрудничать с Федерацией еврейских врачей, курировать здоровье кадетов. Это наша армия, наша сильная молодежь. Я сам отставной офицер, и мне хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение молодых офицеров и воинов было крепким, сильным и здоровым. Здоровье, оно должно начинаться с профилактики всех заболеваний. И та грустная статистика, которую привел Сергей Петрович о том, что онкология у детей растет, это, конечно, очень грустная статистика, и с этим надо что-то делать. Онкология возникает, в общем-то, в первую очередь от того, что мы едим, как сказала Надежда Александровна, как сказал наш замечательный философ Гиппократ. Наша компания более 18 лет занимается производством мороженого с бифидобактериями, с пробиотиками диетического мороженого, которое совместно с Сибирским государственным медицинским университетом и администрацией Томской области было включено в программу профилактического питания детей дошкольного и школьного возраста, которая очень успешно применяется в Томской, в Омской, в Новосибирской областях, и, конечно, мы бы очень хотели, чтобы эта география была расширена. Эта профилактика прошла очень много клинических исследований и доказано, что различные заболевания простудные и так далее, они уходят и уменьшаются на значительные показатели, так, в частности, при курсовом приеме от трех до четырех недель фарингиты, синуситы, риниты, болезни миндалин, аденомы, аденоидов на 49% меньше, по аллергическим ринитам на 55%, фарингиты, назофарингиты, синуситы, риниты на 74%, и это еще и не все показатели, потому что коррекция вообще микрофлоры кишечника снижает риски возникновения гастритов и диоденитов, болезни желчного пузыря, которые были упомянуты Александром Тимофеевичем. Мы бы очень хотели присоединиться к пожеланиям Якубова Лазаря Михайловича и внедрить нашу программу уникальную в кадетские корпуса, потому что это наше будущее, это наша оборона и даже наши замечательные коллеги из Китайской Народной Республики вышли на нас, провели успешные переговоры, например, очень крупный Вайхайский политехнический колледж внедряет нашу технологию на своей линии для питания всего студенческого городка, для того, чтобы все это повышало здоровье молодого поколения. Сегодня были очень успешные у моих коллег переговоры в городе Суйхуа, они делают замечательную линию по производству нашего мороженого, это возле города Харбин, то есть география продуктов, которые повышают профилактику заболевания, она растет. И уважаемая Надежда Александровна, я бы очень просил из очень уважаемых людей сделать некий экспертный совет, который Бог бы в рекомендательном плане рекомендовать нашим различным государственным учреждениям, которые отвечают за питание подрастающего поколения, прислушиваться к нашему совету для того, чтобы внедрять эти технологии, потому что питание это половина того, из чего состоит здоровье. Ну и в конце хочется добавить к Александру Тимофеевичу про живот. Я сам практикую много лет йогу и очень много различных практик, которые позволяют опять же делать профилактику заболеваний, не допускать их. Допустим, натощак утренняя программа йоги науле называется. Это внутренний самомассаж живота. Он просто не допустит никаких ни камней в почках, ничего. Конечно, очень приятно послушать о мороженом. Но вот посмотрите, какая ситуация. Нужно о мороженом сыт не будешь. Но этот продукт очень любят в нашей стране. И вот странное дело, если в жарких странах, когда очень высокая температура, до 45 градусов, почему-то все пьют горячий чай. Возникает вопрос, почему же тогда у нас не едят холодное мороженое зимой? Наверное, это биологически очень было бы правильно подходить к здоровью человека. Просто никто не исследует этот вопрос. Но речь идет не о мороженом. Речь идет о биопродуктах, о тех веществах, которые в нашей стране, но просто в огромном количестве. Сейчас многие бьют тревогу, что даже семена заражены разными ненужными веществами, и что растет продукт уже нездоровый. И, видимо, нужно на самом деле экспертную комиссию нужно вот так отнестись к нашему питанию, к нашему здоровью, как относились к войну. Вы посмотрите, была блокада Ленинграда. Ровно за несколько месяцев было заведено огромное количество зерен амаранта, который, в общем-то, можно выпекать с хлебом, и можно его жевать как угодно. Он очень большой стимулятор, сильный для здоровья человека, для иммунитета. Но какие же люди живут и жили в нашей стране? Была страшная голодовка. Все знали, что 40 тонн зерен амаранта находится в НИИ. Никто даже одного зернышка не съел, потому что знали, что закончится война, были уверены, и что этот амарант будет применен в препаратах растительного производства, и будет иммунитет повышать у всех людей, которые останутся живы, чтобы рождались здоровые дети. Сейчас на питание нужно очень большое внимание оказывать всем, потому что на самом деле мы укорачиваем свою жизнь на много десятилетий. Расскажите, для чего вы здесь собрались и какие цели преследовало данное заседание? Я приехала туда, где очень важно, чтобы я была востребована. А мне господин Агулов предложил сразу почитать лекции у него его ученикам. Я за этим и ехала, чтобы они меня услышали, чтобы они поняли, что нужна другая медицина, и чтобы они поняли, что надо учиться, надо много учиться, и не важно, в какой области они работают. Меня пригласили несколько человек читать лекцию на мою тему. И в том числе это Ижевск, это МАПО, медицинская академия постдипломного образования, это Агулов, это Чувашия, что мы будем работать здесь вместе. И даже что касается человека еврейской национальности, который хочет заниматься аутизмом, что он будет этим заниматься, я сказала, что это и моя тема тоже. Потому что 89 миллиардов головного мозга и 1 триллион километров связей, вот там наш аутизм и есть. Я вот точно знаю, что человек должен кушать то, что ему не приедается, из этого он сделан. И должен кушать тогда, когда он хочет кушать. Это же у него какая-то клетка попросила, что я есть хочу. Ты дай мне вот это, вот это. диетологи, нутрициологи живут невкусно, а умирают рано. Это просто целая статистика. Наверное, надо как-то к этому вопросу подходить действительно очень разумно, потому что витамины это очень хорошо, много витаминов это еще лучше, но это ортомолекулярная медицина, которая только-только начинает развиваться. И чтобы не сделать, не создать гипервитаминоз в своем организме, чтобы не выпадали волосы, не рушились кости, маленького растущего организма, ему профессор сказал, ешьте все добавки, ешьте все витамины, ешьте все. Попробуйте каротиновую желтуху как-то очень быстро вывести, когда там все забито витамином А. Попробуйте там с витамином Е что-то сделать, когда это просто московская пробка в организме. Это развивающаяся. Давайте будем развиваться вот в этом направлении, не ошибаться. Что касается иммунитета, это вообще моя тема, я ей занимаюсь, я не знаю, наверное, с 70-71 года, люди столько не живут, а я все иммунитетом доиммунитетом. У меня это действительно научно, я после второго вуза, я первый закончила микробиолог, я не доктор. Второе, я решила, что поскольку вот этих всех, кто живет здесь на каждом микроне десятки тысяч миллиардов их, по фамилиям мы их знаем 5%, больше не знаем. Прошло, Бог знает вся моя жизнь, а мы так по фамилиям 5% и знаем. И больше никуда мы не продвинулись в этом плане. Так они еще мутируют. И вот это я поняла, что именно они портят биохимию моего организма. Тогда, значит, я с ними познакомлюсь. Я закончила биохимию и меня сразу пригласили работать в Академию наук Казахской ССР. Нас собрали молодых ученых высоко-высоко в горах, астрофизический институт, и сказали поищите что-то есть в аминокислотах. Есть какая-то такая загадка и она от Бога. Но тема не наша, не Советского Союза, никто за нее не брался. А мы начали с этим работать. И этих аминокислот, которые сделали все живое на этой планете, их 20. Но одна, самая хитрая, она попала ко мне в тему. Это аминокислота L-аргинин. Это хорошо, что у меня папа закончил высшую московскую военную академию еще до войны. И у него был чин, и он мне мог, я говорю, КГБ снимала вот эту лабораторию, ну, пап, ну принеси фильм. Понимаешь, негде брать, никто ничего не пишет, нигде вообще никаких источников нет. И он мне носил вот так вот фильмы, а я их смотрела. И поэтому я очень хорошо знаю, кто такой Фелдиш, кто такой Мезенцев, кто такой Бессмертный, кто такой Алексей Власович Дорогов, кто такой Неумывакин, на нем тоже там было много. И это, Иван Павлович, это вообще, я не знаю, это достояние России какое-то. А мне доставалось вот так понемножечку все. И я подумала, что если мне досталась еще и вот эта аминокислота, которую называют L-аргинин, что это за аминокислота? У нее четыре азотных группы. Ни у одной столько нет. У всех по одной, по одной, по одной. Почему четыре? Бог ошибся, что ли? Все предусмотрено. Сейчас Нобелевские протеосома 2004 год, протеосома 2016 год. Позавчера вручили Нобелевскую протеосоме опять. Что такое мы? Почему чего? Почему мы очень сильно надеемся на кого-то, что кому-то я прийду, к доктору пришла и говорит, ну вот, что-то у меня с животом и что-то у меня тут в почке. А сколько лет? 69. Ну что вы хотите? Я хочу жить. Эта нога болит. Поэтому и болит, потому что вам 69. Я говорю, так у меня и правая 69. Она не болит. Только левая. А левая болит. Так вот, когда я начала работать с аминокислотами, я, честное слово, я вот этой, нас была кучка. И мы вот с этими аминокислотами, знаете, сейчас, когда мне говорят, а вот мы прочитали там в интернете, что это при том нельзя, при вот этом нельзя, при вот этом нельзя, и при вот этом нельзя. Герпес, беременным нельзя. Если беременным нельзя, у меня в Ижевске, там открыли медицинскую академию постдипломного образования, в Ижевске сидит гинеколог. И она говорит, вы знаете, если я сейчас вот скажу какому-то юристу, что я аминокислоту или аргинин выписала беременной женщине, да он меня просто, извиняюсь, за попу возьмет. Он из меня всю душу вытрясет, не имеешь права вот так вот себя вести. Я говорю, а ты спроси, он возьмет на себя ответственность, если развивающаяся беременность, она доходит до 13-й хромосомы, а это синдром Патау, ребенок больше двух лет не живет, он его маме не показывает, он с такими уродствами рождается. А потом это мало для человека, 13-й хромосом мало. И когда ему говорят, иди дальше, кто передает информацию, куда идти и что делать? Аминокислота Л-аргинин передает оксидом азота самым могущественным сосудорасширителем. Для кардиологов это бог просто. Вот этим оксидом азота газом, что за Нобелевская премия, 98-й год, за открытие оксида азота как сигнальной молекулы в кардиовоскулярной системе. Факт передачи информации газом, признан до сих пор неизвестным новым принципом подачи информации в живых организмах. Что именно газ, минуя мембраны, от клетки к клетке и к мозгу передает оксону. Как себя чувствует вот эта клетка? Как вот это? Как вот это? От каждой клетки. От клетки к клетке и к мозгу. А клеток 2,3 умножить на 10 в 138-й степени. Вот это скажет, что селена не хватает в организме. Дай! И тогда мозг покажет редисочку с чесночком, что надо кушать. И диетологов не надо. Он все сам скажет, что надо делать. У нас в мозге есть вот этот орешек, который передает, что человеку мы индивидуальны. И кроме того, наши клетки интеллектуальны. И они сделаны так, чтобы всегда работать для того, чтобы вот этот индивидуум жил, не болел, справлялся с любой бедой. И там еще написано, что надо жить в любви, в благодати и благодарности. Я говорю, ну какая нравственность, как здорово это, да? Не будем воевать, будем любить друг друга. А мне вот эта книжка, Наталья Петровна, это не нравственность, это физиология. Потому что ребятенок, который рождается, да, я не сказала, там еще 13-я хромосома, 19-я синдром Эльгельгарда, и опять это урод, и опять это инвалиды. 21-я хромосома, это синдром Дауна, это не генетическое заболевание, а это 21-я хромосома папина и мамина, а мы, у нас каждая клетка, 23 хромосомы папиных и маминых. И мы просто вот не дошли до этого в развитии. Так ты, девочки, скажи, профилактируй себя аминокислотой Эль-Аргинин. Это она передает 4 группы, это разведка иммунной системы. Это когда Ибн Сина сказал однажды, что я умираю, 1027 год. Он написал медицинские каноны, и он сказал, быстрой смерти не бывает, до нее дойти надо. Это тело здоровое до предела, тело здоровое, но не до предела. Тело больше здоровое, чем больное, тело больше больное, чем здоровое. Тело больное легким недугом, тело больное до предела. И вот на этом месте иди к доктору, и он тебя пошлет идти назад. И он знает, как это сделать, потому что ты заболел вот именно таким образом. И вот это 23 хромосомы папиных и маминых, мы индивидуальны, и у нас это закон. Просто. Но вы посмотрите, у меня есть записи, и я там говорю, что мозг, ну вот эмбриончик, это мозг развивается головной, и вот спиной развивается. Это все похоже на такого червячка. И вы спросите у мамы, ты рожала? Да. А как ты это носила? Ты помнишь? И все вспомнят. Вы только спросите. Она скажет, что, ну, сначала ничего, я даже забыла про ту ночь. Наверное, хорошая была, но я даже забыла. А вот потом, ближе к месяцу, у меня вот тут заболело, у меня вот тут тяжелое стало, у меня вот тут заболело. И я ищу ответ, почему это получилось. Я в Коране читала, Всевышний сказал, пусть подумает человек, из чего он создан, кто он. Он создан из-за злившейся влаги, которая вытекает из чесел мужчины и груди женщины. Я думаю, как это? Груди, я знаю про зиготу, это белковая клетка, ее надо оплодотворить. При этом оплодотворении погибает 64 миллиарда сперматозоидов. Почему-то они не готовы, почему? У них энергии нет, у них души нет, поэтому он не может. А вот это, когда нас с душой кто-то оплодотворяет, сперматозоид, который, эта энергия у него есть. И тогда, и тогда что получается? И тогда доктор Менгель, четыре концлагеря женских, и он говорит, что это значит, я изучаю женщину вот так, и у меня получается, что если вибрации у первой клетки есть, то я узнаю, куда, откуда, чего идет. И вот вибрации есть. Доктор Фоль в Освенциме сделал этот аппарат. И доктору Менгелю дал попробовать, присоединил. И смотрит, и он говорит, что вибрации идут к мозгу. Чем? А я не знаю. 42-й год. Я еще деревянный по пояс. К мозгу. А от мозга к маминым молочным железам. И вот в это мгновение у мамы в молочных железах образуется аминокислота элергенин. Столько, сколько ее надо. Поэтому этот завод так работает, что на 20-й день начинают строиться клетки мозга. За одну секунду 250 тысяч. И она должна быть белковая. И мама вот эту аминокислоту элергенин вкладывает в каждую клетку, потому что именно она протеинообразующая. И у нас сколько клеток есть в организме? В каждой клетке есть аминокислота элергенин. Для чего? Для того, чтобы она... В клетках у нас клеточка функций за сутки двойку пишем и 16 налей. Значит, там и спирты, там и щелочи, там и чего только нет. Соединяется азотная группа вот с этими веществами и превращается в оксид азота. И передает мозгу вот этой клетке надо вот это, вот это и вон то, вот это и вот все. И так далее. И каждая эта клетка, она просто белковая, потому что там белковая протеинообразующая аминокислота. Так вот это, когда у Эбен Сины спросили, ты почему умираешь? Ты сам говоришь, что старение с 50 лет начинается. Почему ты умираешь сейчас? 1037 год, тебе 57 лет. Вылечи себя. Он говорит, нет, 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 нет. Все мои доктора, они внутри меня, их много. И вот управитель, который управляет системой самовосстановления и саморегуляции, она у нас есть, Мечникову и Эрриху вручали Нобелевскую премию в 908, что они открыли эту систему, они объяснили ее, они посчитали одна тысяча миллиардов белковых иммунных клеток, сложенных по вашей формуле 23 шромосомы папиных, маминок. У вас целая армия иммунитета, одна тысяча миллиардов. Это, это, знаете, не талант, а вот у него иммунитет хороший, а вот у него плохой. Они просто есть. Как мы его ухайдакиваем быстро, за сутки погибает 10 в 12 степени клеточек. То есть, это тут 10 в 12 степени, вот 10% от этого погибает, идет борьба, его надо строить каждый день. Наталья Петровна Бехтерева, мы здоровы настолько, насколько здоров наш иммунитет. Там, где иммунитет дает сбой, получается дыра, которую потом невозможно залатать. Что это такое? Это значит, что у нас они на эмбриональном уровне уже выстроился этот иммунитет. И он обучился в ТИМУСе, в тренировочном лагере, к чему вы восприимчивы. И получается, вот эти прививки, вы сказали, это вообще ужас, какой-то и кошмар. Получается, что российское население, голубоглазое и светловолосое, восприимчивое к туберкулезу, 4% всего. А 100% прививок дают нам устойчивую нагрузку, такое осложнение на опорно-двигательный аппарат и лимфосистему. И у нас каждая армия, она сделана для того, чтобы побороться, вот это с трехомонадой, вот это с камнями, вот это вот с этим, вот это вот с тем, вот это много. И эта защита, она такая колоссальная, такая, что, знаете, я люблю очень Ивана Павлова. Я ему низко кланяюсь за то, что он получил Нобелевскую премию в 1904 году. Но когда в МАПО, в Питере, Медицинская академия постдипломного образования, и вот такими буквами написано, Иван Павлов, человеческий организм, в высшей степени, система самовосстановления, саморегулирования, она сама себя поднимает, она адаптируется к любым предлагаемым обстоятельствам. И даже самоусовершенствующаяся, 1936-й, и мы все об этом знаем. И мы знаем, что как бы там ни случилось тогда с Чернобылем, но кого не обливали хлоргексидином, мединдолом и дебунолом, те выжили. А кого поливали, то раком желудка все заканчивалось, и все. Иммунная система должна, но мы же не и даже... Я говорю, дяденька, я вот к вам пришла полечиться маленько. А как это сделать? И он мне говорит, я вам вот это, я вам вот это, я вам вот то, я вам вот то. Я говорю, а у меня вообще иммунная система есть? Или мы про это вообще ничего не знаем? Этому же надо обучать. Вот с этого же надо начинать, что у нас здоровье, оно в нас вложено. И когда человечек человечек рождается, то это любовь, дыхание, сосание, глотание и любовь. Это безусловные рефлексы. Потому что он зверек, и он начинает вынюхивать, где тут у мамы, что для него есть. И когда он вынюхал ситю, посмотрите, какое счастье! У него в глазках столько, он вот так ее ручкой держит, он питается, ему это очень нравится, просто это такая хорошая еда. и тогда у него вот от этой любви начинают работать швановские клетки, которые в мозге находятся и которые образовывают капельку жира миелина, миелиновая защита организма. И каждая нервная, как мне принесли первого внука домой, я на него посмотрела, а сын берет арабская подремушка, да ты, Валерка, Валерка, посмотри, какая подремушечка, посмотри! А он вот так, тын-тын-тын, и ничего. И он говорит, мама, почему? Почему у него нет движения? И он говорит, ну, у него сейчас рассеянный склероз. И он говорит, какой у него сейчас склероз? У него рассеянный, у него нервные окончания голые, стволы голые, и он не возьмет погремушку, он не сделает шаг, и второй. Сейчас ему надо много любви, и от любви, от благодати и благодарности они строятся. И тогда нету инвалидов. И тогда он хорошо развивается. И ребенок, рожденный, он изначально здоров. Изначально. Давайте его любить. Давайте его хорошо кормить. И когда кто-то по телевизору говорит, молоко очень вредный продукт, его не надо кушать, я удивляюсь. Я, знаете, я вижу очень много таких, я езжу по всей нашей стране. Я была на всех реках Советского Союза, я была в таких городах, которых на карте нет. И я вижу, что он старенький, он чуть-чуть начинает выклюмываться, он начинает подниматься, что хочешь, тепленького молочка дай. Но он же просит молока, а не то, что мы покупаем в магазине. Если там полгода молоко стоит и не киснет, то подумайте, что мы пьем. А у меня коровка рядом живет, и мои внуки едят молоко, и я его ем. И мы идем к мурашечке с букетиком, чтобы она нам молочка дала. Но это молоко, оно через два дня прокиснет. Настоящее? И вы посмотрите, какая у него формула. Вообще, как это все здорово. И мы когда говорим, что нам, чтобы быть здоровым, надо кушать белковую еду. А мне целая куча докторов, да вы что, мяса нет, молока нет, тот нет, и вот это нет. Здравствуйте. А как же я буду организовывать свои иммунные клетки? Потому что я жить хочу долго. Я хочу, чтобы мой иммунитет со мной справлялся. Что такое аминокислота и аллергенин? Четыре азотных группы, которые дают оксид азота как информацию. И дальше мы видим, если есть аллергенин, то система аргенин-вазопресин, она тоже не даст, чтобы были какие-то инвалиды у нас. Потому что уводит человека от смерти. Вазопрессоры, но это очень много. Это пароцеллюлярные нейроны, которые опровизовывают, которые создают мукоидный такой секрет, который идет через воскулизированное пространство до надпочечников. Там скорой надпочечников работает. И тогда уже сами вот эти вот ферменты, которые образуются, полипепсиды, они и делаются так, чтобы он не умер. И вообще, я не знаю, как мне уложиться в эти пять минут. Ничего не получается. Спасибо. Ее можно слушать. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересная и очень важная информация. Помогать как-то будете? На государственном уровне или как-то еще? Московская общественная палата, несмотря на ее достаточную такую приземленность вокруг правительства Москвы, недостаточно сил, чтобы решать эти проблемы. Потому что все проблемы здравоохранения и медицины и Москвы в том числе, они связаны с проблемами общероссийскими, федеральными программами. Первое, что необходимо сделать, у Владимира Владимировича Путина под непосредственным контролем семь ведомств, за которые он отвечает, но не отвечает за это как бы министр здравоохранения или другие министры. Это все силовые структуры. Сегодняшнее положение отдела здравоохранения такое, как говорят многие опытные врачи, вот с которыми я общаюсь в течение длительности, конь не валялся. И поэтому нужно, чтобы президент подключил Министерство здравоохранения лично под свое управление. И господа Журавлева, понимая свою силу, недостаточно ли это собирает общество заинтересованных людей высшей квалификации. Таким образом, получается, что Московская палата, она становится общефедеральной общественной организацией, которая сможет реально влиять на положение дел здравоохранения. Действительно, сегодня поднята очень важная, актуальная тема, и все находятся в ней, и все прекрасно понимают, что если сам заболеешь и поймешь, что такое болезнь, то тогда можно сочувствовать другому. Или если болен твой родной и близкий человек. Вот это тоже определенная боль. Я восемь дней искала своего сына, и благодаря нашей доблестной милиции они мне его нашли в первой городской больнице. Он лежал под аппаратом искусственного дыхания, и это было самое большое счастье в моей жизни, что я нашла его. Это такая большая черепно-мозговая травма, это не ушиб мозга, это отек мозга, это страшно. сейчас стоит пластина 12 на 12 сантиметров, практически полголовы нет, отсутствует. Но я благодарна тому врачу, который первым, получив его ночью, совершенно чужого человека, сделал операцию на самом высоком уровне, и, собственно говоря, спас ему жизнь. но я благодарна Агулову, Александру Тимофеевичу, когда работали с животом моего сына, у него стало лучше работать голова. И это правда, это истина. И поэтому спасибо, Александр Тимофеевич, и очень много моих друзей, и целителей, и врачей, которые со мной рядом, и которые мне во всех этих вопросах помогают. Но мы всегда должны с вами помнить, что рядом с нами есть люди, которые нуждаются в помощи. Это люди-инвалиды. У меня есть товарищ, который живет в Голландии, ныне это Нидерланды, который афганец, он член боевого братства, так же, как и я. И он привозит сюда инвалидам из Голландии инвалидные коляски. Он работает, зарабатывает деньги, и на свои деньги покупает эти инвалидные коляски и дарит инвалидам. Он отправляет их в Донбасс, привозит туда, он приезжает сюда и здесь тоже вручает эти инвалидные коляски. Надежда Александровна, он приедет в конце мая. Я думаю, что мы должны сделать эту встречу и с достоинством определить, кому вручить те коляски, которые он привезет, и, конечно, отблагодарить этого человека за ту поддержку и помощь, которую он оказывает человечеству, нашей стране, нашим людям. У нас очень хорошо развита структура в Москве Московского городского совета ветеранов. Вчера, кстати, отмечали юбилей, и Сергей Собянин вручал награды руководителям нашего Московского городского совета ветеранов. И в этих же структурах у нас есть совет инвалидов. В каждом округе, в каждом районе, в каждой первичной организации есть советы инвалидов. И я думаю, что нам нужно будет как-то все это организовать и работать с этими структурами. Потому что есть такие варианты, когда люди нуждаются в помощи, им нужна поддержка. А есть, может быть, даже то, чего мы еще и не знаем. Поэтому нужно с ними сотрудничать гораздо ближе. На ВДНХ Собянин закрыл павильон здоровья и дал добро открыть подобный павильон здоровья на технопарке. Это две минуты от метро, здание мегаполиса и на шестом этаже там все абсолютно медицинские структуры, которые могут быть, будут работать на москвичей и гостей нашей столицы, поправлять здоровье. Вот. И каждый, кто там уже снимает и в дальнейшем будет снимать площадь и работать, каждый будет на благотворительной основе работать с ветеранами и инвалидами, с теми, кого мы дадим. У нас есть реабилитационный центр имени Герцена при президенте Российской Федерации. Там ждут тех, кому нужна помощь. Всего четыре центра у нас, которые в Красногорске, Дорохово и в Москве здесь на Волгоградском проспекте. Мы встречались с нашими китайскими друзьями, много оговаривали вопросов по поводу оказания поддержки и помощи нашим ветеранам, инвалидам, людям, которые нуждаются в этой помощи. Сегодня у нас тоже была встреча, вот мы ездили вместе, я привезла наших китайских друзей сюда, сегодня была встреча там же, на технопарке, они смотрели помещение для себя, им очень понравилось, они будут там работать, но суть в том, что эти ребята своими методиками оздоравливают детский церебральный паралич. Это, как говорится, бич наших детей, которые вот рождаются с этой болезнью, и очень сложно и трудно помочь им в этом. А это еще раз говорит о том, что мы на международной основе должны все вместе объединяться и идти против болезни всех тех, которые встречаются на нашем пути. Китайцы, болгары, любые другие национальности, которые там с Израиля и так далее, мы все вместе будем помогать людям для того, чтобы и детям в том числе, для того, чтобы наш народ был здоровым. Поэтому давайте все вместе, давайте дружно будем над этим работать. Надежда Александровна с этими вопросами работает давно. Она на благотворительной основе помогает ветеранам, инвалидам и по стоматологии полностью благотворительно и любые другие возможные варианты, которые у нее бывают. Она всем помогает, кто к ней обращается. Спасибо вам большое, Надежда Александровна. Спасибо. У нас среди сегодняшних гостей у нас единственный человек, который участник Великой Отечественной войны. Это наш друг Иосиф Виссарионович Сталин. Разрешите мне, как председателю движения маршал Жуков, вручить этому дорогому любимому мне человеку, скоро приближается у нас праздник Победы, вручить ему орден Великая Победа. Я давно мечтал, чтобы она поближе была. Ну вот наступил этот день Победы фотографируют, не откажешься. А мы застегнули. Нет, не откажешься. Столько лет мы вместе, что-то рука прилипла. Спасибо. Служу в родине. Служу. Я вам скажу, когда мы вместе проводили мероприятие в Курске, он вышел на сцену вот в таком одеянии. Вот в таком одеянии. Он долго говорил, как артист много рассказывал, а потом говорит, секундочку. Это палец пустить. А потом говорит, я сейчас. Он выходит за сцену, за кулисы и через секунду он входит в пиджаке. Полный наград от плечей до конца пиджака. Зал встает, как правило. Это самая большая награда ветерану, участнику Великой Отечественной войны. Солнце мое, я вас люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто раз ты сказала, я просто я часто прихожу в форме, но для женщин я в форме вынимаю. Кто подумал. Вот это когда я в форме, так сказать, в генеральской форме, но я даже спросил, как мне прийти. А мне сказали, важно, чтобы ты пришел. Вы не поверите, я даже боюсь, что вы примете это за шутку. Я встал с температурой, так получилось, что я понервничал, ну, там у меня свои, и вообще я переживаю, я все переживаю, все, что делается в стране, такой характер у меня. И вот, иншалад, я не знаю, как поклясться здесь, даю свое честное солдатское слово, я выздоровел, вот здесь среди вас, я не знаю, как это передается, может быть, я боюсь эти слова, я столько сегодня записал слов, что я приду таким ученым, я так благодарен вам, что я сегодня среди таких умных, среди таких грамотных, что в стране нашей есть такие люди, поэтому, поэтому я хочу, чтобы просто знали, что я счастлив, что я живу в такой великой стране, и никогда за свои 91 год не опозорил наше знамя. Дай Бог, чтобы с каждым годом вот уважаемый Сергей Петрович приходил и говорит, вы знаете, дорогие господа и дамы, но сегодня в этом году на 300 тысяч меньше, чем в прошлом году инвалидности я оформил. Дай Бог, чтобы с каждым годом исчезало это слово. Великая Россия никогда не была инвалидом. Великая Россия всегда была здоровой нацией, всегда была самым крепким непобедимым воином, потому что в войне, в победе участвовали все, и дети, дети полка, и женщины, и мужчины. Мы такие, мы русские и непобедимые, мы едины. Для меня сегодняшний вечер, сегодняшняя встреча очень памятная. Для этого надо прожить много лет, сколько я прожил, для того, чтобы почувствовать эту дружбу, эту правду отношений. Это, я бы сказал, волнение, как каждый, кто говорил, я уже не говорю о том, что для меня был огромный сюрприз, я встретил своих горцев, и для меня это было большим подарком. сегодняшний день, огромный подарок. Для того, чтобы понять и знать, что такое подарок для моих лет, нужно пережить столько лет и пережить то, что написано в моей биографии. скажите, для чего вы здесь на этой конференции? Я скажу, я же неоднократно бывал, и я очень восторгаюсь, работая Надеждой Александровной, которая проводит эти конференции. Много умных, грамотных очень людей, которые дают знания, перспективы развития нашего общества и оздоровления нашего народа. Это очень ценно. И мы будем использовать дальше их в практике. Я как председатель комитета по здоровью в Академии национальной безопасности считаю, что мы всегда используем на своих съездах и на своих конгрессах. Цель такая получить новое, использовать в деле в оздоровлении нашего народа. Скажите, для чего вы здесь на этой конференции? С 2001 года под руководством Валерия Васильевича Шапочникова реализуется конституционные права граждан на получение бесплатной юридической помощи. Это 48-я статья. И сегодняшняя конференция, я забегаю вперед, скажу, позволила мне сделать такой лозунг. Повышение правовой культуры граждан Российской Федерации это путь снижения количества инвалидов. Почему? Потому что если они будут в правовом отношении грамотными, то, соответственно, они будут жить в хорошей, благоприятной среде, соответственно, у них будет качественное здоровье. Я также хочу сказать, что сегодняшняя конференция, что мне лично дала, как было сказано участникам Великой Отечественной войны, что это было тепло, душевно, и я получил такой комфорт психологический. Лично я хочу благодарить Габиса Валерия Георгиевича, который заставил меня сюда прийти и познакомиться с госпожой Журавлевой, Надеждой Константиновной, которая блестяще организовала сегодняшнее мероприятие. Надеюсь, что вот тот дух, который сформировался в ходе нашего общения, плавно перейдет на наши улицы, на наши поликлиники, на наши больницы, где действительно мы сможем реализовать то, что мы наметили. Добрый день. Меня зовут Сорокин Игорь, я занимаюсь водой. Вода является источником жизни на Земле. Без воды не растут растения, животные не живут, и человеческое тело, и любой организм на нашей планете состоит по большей части из воды. Когда человек рождается, у ребенка порядка 80% от массы тела составляет воды. Человек в пожилом, с преклонным возрасте уже этот процент гораздо снижается, и количество воды уже порядка 69-68%. Наступает обезвоживание. И даже мы сейчас здесь сидим, и всех мучает жажда, мы пьем эту воду. И от того, какую воду мы с вами пьем, нет, эта вода не наша. Это просто бутылированная вода. И от того, какую воду мы пьем, зависит качество нашей жизни. Вода может служить как причиной того, что мы долго живем, счастливо живем. Также вода может стать источником болезни. В тысяче, точнее сказать, в 2015 году по всей России от Хабаровска до Калининграда наша компания провела массовое исследование воды. Мы взяли больше 300 тысяч проб воды. Это была бытовая вода, которая течет у нас из крана, бутылированная вода, вода из природных источников. И мы провели такое масштабное исследование и выяснили, что люди, которые живут вдали от производства, пьют воду из колодцев, из родников, они меньше подвержены болезням, у них хороший иммунитет, они более жизнерадостны. И даже если взять ту историю, которая есть, у меня были бабушки, дедушки, которые дожили до преклонного возраста, и у них у всех были свои зубы. Если сейчас мы смотрим на 30-летних, 40-летних, особенно маленьких детей, то, о чем здесь все говорили уважаемые ораторы, иммунитет падает, и люди в 30-40 лет начинают болеть теми болезнями, которыми бабушки и дедушки наши не всегда болели. И здесь я что хочу сказать. Мы живем в больших городах, далеко от больших городов, наша планета большая, но это просто такая точка зрения. На самом деле это небольшая планета, и воздух сильно загрязнен на всей планете. Можем мы с вами поменять воздух? Вряд ли, это довольно тяжелое занятие, очень много предприятий, автомобилей, которые загрязняют атмосферу. Можем ли с вами поменять продукты питания, которыми сейчас с вами питаемся? Тоже очень тяжело, потому что ферм становится очень мало, прямых поставок с ферм очень тоже мало. Продукты мы покупаем в магазинах, и они все с большим сроком годности. Вот здесь затрагивалась тема молока, которая 6 месяцев стоит, и оно не киснет. Я вот недавно был в магазине, покупал тоже молоко, и увидел упаковку, в которой молоко хранится 12 месяцев. Ну, от слова молоко, там, наверное, только надпись на пакете, а что внутри, там, непонятно. Вот, и магазины больше запускают в продажу продукты с большим сроком говорит о том, что там очень много консервантов, очень много каких-то там веществ, которые продляют срок годности. Но все эти вещи, они не очень хорошо сказываются на нашем организме. Вот, и единственное, что мы сможем с вами быстро поменять, так это воду. Вот, и, скажем так, если 20 лет назад кто-то сказал бы, что будет вода продаваться вот в таких бутылочках, и, соответственно, стоимость литра воды будет больше доллара, это больше, чем стоимость бензина, да, ну, каждый, наверное, из нас бы покрутил пальцем у виска и посмеялся бы над этим человеком. Но сейчас это уже не шутки, это реальность наших дней, и мы воду покупаем в бутылках, используем различные фильтры, приготовляем воду различными техниками, кто-то пьет замороженную воду, талую воду, кто-то использует, привозит воду с дачи, с родникова в больших емкостях, то есть люди озабочены этой проблемой. И мы предлагаем непосредственно систему по очистке воды, которая используется себе, на нашей планете сейчас придуманы всего лишь четыре технологии по очистке воды. Вот наша система использует три технологии одновременно. И при помощи очистки воды, водоподготовки воды, при помощи системы электролиза воды мы подготавливаем воду, которая максимально близка к природным источникам, к чистым природным источникам. Очень много чистых природных источников скажем так в горных районах, на Тибете. Большое количество долгожителей именно в этих районах, где непосредственно есть такие природные источники. И мы предлагаем системы по подготовке именно такой воды. Такая вода очень хороша как профилактика. Здесь мы много говорили о лечении больных, о реабилитации и больных, но основным действием, куда можно также направить наше внимание, это на профилактику заболеваний. Эта профилактика в себя включает правильное питание, о чем мы здесь говорили. Это хорошая вода. Она имеет щелочную среду. В ней очень много полезных минералов, которые легко усваиваются. Они должны быть в биодоступной форме для нашего организма. Чистая вода всего лишь является хорошим помощником в работе организма. Поэтому я за то, что все пили хорошую чистую воду, улыбались. Я желаю вам всем здоровья и процветания. Спасибо. Здоровая нация, конечно, это не просто слова. Это на самом деле играет огромную большую суть нашей жизни, потому что только здоровая нация может быть сильной нацией. А сильная нация это значит стабильность и сильное будущее. Здоровую нацию мы строим сами. И благодаря этой встрече, где мы сегодня оказались, я очень рада, что соберется у нас потрясающая команда людей-лидеров, которые видят то же самое видение вместе с организатором. Это встреча в Медицинская Московская палата Надежда Александровна. Огромная отдельная благодарность, что мы сумели встретиться. И я надеюсь, что мой опыт, 17-летний опыт за границей, я смогу воплотить в России. Мы собираемся воплотить это. Почему? Потому что объединившись каждой разной категории и направлений, вместе мы создадим единую цель. Здоровая нация это не одна точка, это объединение, единение, где все вместе используем наш опыт. Я последние 17 лет работала в Объединенных Арабских Эмиратов, до сих пор там работаю, но для меня огромная честь оказаться здесь. Спасибо вам, Надежда Александровна. Это мой второй визит круглого стола. Мы недавно были на Конгрессе. И мне очень нравится эта тема «Здоровый народ, сильное государство», потому что последние 15 лет именно этим мы и занимаемся. Я работала с американцами, англичанами, французами. И находясь в Дубае, я увидела катастрофическую правду, глобальную правду, извините, статистика международного уровня, она фактически, можно сказать, страдает не меньше, чем Россия. Аутизм в Эмиратах фактически каждый 146-й ребенок. Это просто ужас. Вроде страна богатая, денег много, а онкология и аутизм у них фактически почти в каждой семье. И я поняла, что деньгами не спасешься. Если в стране нету правильной организованности и подхода к медицине, и нету людей истинных, докторов, которые работают с людьми, как говорил Эдисон, над причинами возникновения, то все, что делается, будет просто бесполезно. Это будет просто приводить к катастрофическому будущему. Это, извините, инвалидность будет только лишь развиваться, и смертность будет повышаться. Если мы хотим улучшить структуру развития Российской Федерации, сделать, как самая сильная и здоровая нация, и дай бог, без инвалидности, то мы должны принять все вместе, сплотиться и сделать хорошее усилие, создать свои предложения, программы в этом участии, которые могут быть приспособлены и внедрены в профилактику нашей страны. Мы в советское время были Ягарянка, Карачаево-Черкесия, Алейкум Ассалам, Кисловодск, Тиберда. Наверное, все знаете курорты жемчужины Российской Федерации, которая всегда славилась своей профилактикой и водами. Минеральные воды, источники, мы все прекрасно знаем. Да, вода – это жизнь, но основа нашей жизни, организма – это чистота, залог здоровья. Вода, она необходима. И кислород, чистый воздух, над которым мы все должны задуматься и думать, как на государственном уровне вплотить в жизнь, чтобы улучшить жизнь наших будущих потомков, наших с вами детей. Потому что наши отношения, мы все можем презентовать, все, что мы имеем, но если мы не объединимся и не сделаем хороший, усиленный, твердый шаг внедрения, изменения, то мир не станет лучше. Если мы хотим изменить мир, мы должны измениться сами. И поэтому я думаю, что объединившись во главе, мы сейчас готовим с 23-го начинается турне по России. Это будет аналитическое турне под патронажем Московской медицинской палаты с нашей компанией. Это международная холдинговая группа Nature Gift «Дары природы», которая работает в разных странах. Головная компания наша находится в Дубае. Мы имеем представительство в Москве и в Алма-Ате. С нами работают ученые-врачи Италии, Швейцария, Наркоман Компани, может быть, вы их знаете. Потому что проблемы наркомании и всего остального, что происходит в мире, и алкоголизм, это все идет на клеточном уровне. А восстановить и обновить клетку может только Эль-Аргенин. Это 19 Нобелевских премий. Поэтому я думаю, если мы объединимся и создадим хорошую программу, правильного питания, хорошей качественной воды, первое слово, что необходимо, говорил Ибин Сина, доктор лечит словом и может убить словом. Поэтому правильное отношение, которое надо строить фундаментально со школы, учить детей, со школы, открывать в университетах, менять, как говорится, дополнять программу в университетах, чтобы студенты понимали, что доктор это не профессия, это не бизнес. Доктор это ответственность, а в первую очередь перед Богом. И поэтому я благодарна Надежде Александровне за ее огромный труд, который она делает, чтобы донести до людей и в первую очередь ответственным людям донести до них, чтобы они сплотились своей силой и смогли помочь тем простым людям, которые живут, работают и на опасных участках зоны, где есть и радиация, и климат сейчас меняется во всем мире, чтобы помочь сделать хорошую систематизированную программу, внедрить туда самое лучшее из отдела сферы сельского хозяйства, питание, водоснабжение, очистительные. И, конечно, самая основа этой программы это информация. Мы должны начать этот фундамент именно со школы, сделать хорошие кадетские гимназии для девочек, научить их правильному отношению, потому что, извините, сори под родители, такие занятые, занятые деньгами, чтобы заработать, обеспечить и забывать самое важное это чувство любви, передать детям, научить их любить также их и в дальнейшем, чтобы они научились любить и заботиться и о себе, и о своих будущих детях. Внимание играет основную роль. Это на биологическом, энергетическом уровне. Так же, как на физическом, играет большую роль элергенин, как передатчик сигнальной молекулы, как сказала ученая Энги Хоффмэнд, недостаток этого элемента вызывает недостаток курьера в нашем организме, а значит, парализуется часть организма, а значит, парализуется весь организм. Хотите вы этого или нет, но это факт. Если бы мы не имели информацию, нас бы здесь не было. Благодаря информации живет мир. И благодаря этой информации является ключ к нашему здоровью. И благодаря ключевому информатору, который нас здесь собрал, организация Медицинская Московская палата, она делает величайший труд, и мы полностью готовы сплотиться с ними, поделиться международным опытом, и врачи, которые сотрудничают с нами, готовы тоже приезжать, делиться этим опытом, и учиться у нас. Потому что наши врачи все-таки, врачи Советского Союза, слава Богу, логическое мышление у нас все-таки еще работает. Как люди, не просто патриоты, а люди чести и совести, я думаю, что в скором именно организуя эти гимназии, мы поднимем этот вопрос снова, и дети будут понимать, что такое заступиться за друга, что такое отдать жизнь за Родину. Благодаря таким людям мы сейчас живем в спокойствии. Мои деды тоже были в войну, и поэтому у меня есть дети, и дай Бог, будут и внуки, и правнуки, и мы не знаем, где они будут жить завтра, поэтому где бы мы ни были, давайте оставлять за собой только лишь цветы радости, а не кладбище и мусор вокруг нас. спасибо, молодец, просто настолько прям за душу, за дело. на самом деле, конкретно, это воплощение идеи, инициативы нашего председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». В этом рамках, в рамках вот этого, этой инициативы хотим что-то делать, но конкретно это между Россией и Китаем раньше был великий чайный путь, кроме шокового пути и чайного пути, а чайный путь входит в рамках шокового пути. Аликсандр Аликсиев, Он приглашает нас к этому празднику. Мы считаем, что через этот праздник, мы с москорской областями строили отношения. И мы желаем, что с моим родственниками строили сотрудничество. Мы хотим удовлетворить этот праздник. Потому что мы провели другие праздники. Совершенно случайно, мы сегодня попали на эту конференцию. Сегодня, благодаря госпоже Александре Алексеевне, она нам предлагала, что сегодня такая конференция, и предлагайте, что с ней вместе поехать. Мы сразу согласились и поехали, приехали сюда. Поэтому для нас это неожиданность и сюрприз. Очень хороший сюрприз, кстати. Мы, как раз у нас такая идея есть, сотрудничать, установить деловые контакты через медицинскую организацию или на правительственном уровне именно деловые отношения. Поэтому сегодня эта конференция нам очень полезна. В нашу пользу пошла. И своевременно. То, что мы думаем. И как раз мы получили такую мощную информацию. Поэтому мы получили большое удовольствие. Спасибо вам, Александра Алексеевна. Сегодня мы очень рады, что присутствуем здесь на таком интересном и важном совещании. И мы прослушали доклады всех специалистов, многих выступлений. нас это очень интересует. Вот мы, как друзья ваши русского народа, мы сами, как члены общества российско-китайской дружбы, здесь мы живем, работаем. И наши друзья в Китае, они нас доверяют, чтобы мы нашли им партнеров и работали. Мы сегодня решили работать с Московской медицинской палатой вот такой солидной организацией. И очень благодарю госпожу Александру Алексеевну. Вот мы сегодня, что пришли, с вами познакомились и хотим работать с нашими русскими друзьями. Мы хотим, только что Натюша Александровна много раз повторяла, что Россия, она здоровая. И желаем, чтобы такая страна всегда осталась сильной. И мы, как китайцы, тоже хотим, чтобы наш сосед был всегда мощной, сильной и дружнолюбной. Мы хотим с вами вместе всегда. Это наше желание. А во Бога. Мы хотим вместе работать с вами, чтобы русский народ всегда был здоровым. Дай Бог. В этом году у нас запланировано два очень серьезных шага. Первый шаг – это создание Национальной Академии Здоровья. И я предлагаю, наверное, всем нашим ученым, на самом деле, с чего начать? Изучить все Нобелевские работы и премии, чтобы знать, это скрывается, это на самом деле нигде не афишируется. И никто не занимается теми достижениями. Даже вот Павлов, Сеченов, Боткин. Кто рассматривает Пирогов? Кто сейчас рассматривает их учения? Ну, практически никто. И мы должны за это взяться. Мы возродили общество русских врачей, которым руководил Николай Пирогов. И я восхищаюсь, на самом деле, по сей день этим великим человеком, который в день оперировал 200 человек. Он совершенно не уставал. Он приходил еще вечером, собирал хирургов. Огромное количество, до 45 человек. Соберите сейчас 45 хирургов в один вечер, да? Да еще каждый день никто не пойдет. У всех свои заботы. На самом деле, никто не хочет общаться. Все хотят просто в кабинетах, простите за грубость, лопатить себе деньги, да? Особенно на тяжелобольных пациентах, зная, что он не вылечит этого человека. Он уверен, но он все равно будет брать деньги. Он не отвечает. Его никто не контролирует. И поэтому вот эта экспертиза, которую мы собираемся создавать в этом году, очень нужна. Как ревизора по ресторанам, да? Просто прийти посмотреть врачей, узнать, кто на самом деле честно, ответственно, да? Которому можно вручить награду честь и пользы России, да? Кто на самом деле халтурит, потому что он не отвечает, он покупает вертолет. Хирург, кардиолог. Это частые случаи сейчас. Но где его как раз статистика? Живы ли его пациенты? На чьи деньги он сейчас живет и радуется? Это первый вопрос. Но есть хирурги, которые по 15 часов оперируют. Согласитесь со мной. Его никто не видит. Он нигде не появляется. Он не может уйти на следующий день. Он ждет, пока человек придет в себя. И это военные хирурги. Низкий поклон. Второй важный шаг – это центр подготовки кадров. То самое беспрерывное образование врачей. То есть, конечно, в порядке обязательном мы не собираемся всех тянуть за шкирку, потому что будут идти те самые те, кто любит попиариться и заплатить даже приличные деньги, чтобы показать себя. Нет. Избирательно будем собирать самых грамотных, талантливых студентов. Прежде всего, четвертый, пятый, шестой курс. Будем готовить для них наставников через ректоров институтов. Я уже переговорила с ними, академии, извините, медицинских. Они всегда видят таланты. Их немного. И мы будем их приглашать на этот центр обучения кадров. Почему? Чтобы те врачи, которые имеют определенный статус, уже определенную хорошую репутацию, должны говорить им то, что они наработали. Это очень важно для студента. У него совсем другое мнение будет. То есть, когда только он выйдет после института, он реально будет мыслить по-другому. Это очень важно. И мы говорили с некоторыми губернаторами, которые ждут столичных врачей, обученных нами. Они готовы выдавать с первого дня им квартиры, обеспечивать их жильем и хорошей зарплатой для того, чтобы они шли уже в регионы и показывали тот уровень подготовки. И они будут нашими ласточками, которые будут проводить мастер-классы. Мало того, мы договорились, что в Объединенной больнице управления делами президента формируется бригада хирургов, которые готовы выезжать в регионы и проводить образовательные мастер-классы и образцовые операции, чтобы ассистировали те врачи на местном уровне. Это большая работа. Это серьезный подход. И я хочу сказать, что очень трудно, когда 3 или 5 человек занимаются этим, нужно обязательно объединиться, нужно обязательно проводить такие круглые столы. Потому что я уверена, что все, кто сегодня был, не забудут сегодняшний вечер и будут думать о том, как же на самом деле помочь тем молодым, неокрепшим, но будущим врачам, которые на самом деле будут готовить к рождению ребенка с момента практически зачатия, который расскажет то, что вы достижения своим передадите в Центре подготовки кадров, чтобы каждый врач говорил и своему коллеге, нет, ты не прав. Ведь сейчас вообще нет никаких практически консилиумов. Потому что ну завалены медицины, ну просто людьми завалены, это грубо сказано может быть. Но то, что происходит сейчас, это картина не 21 века, это картина 15 века. В прямом смысле этого слова, если бы Николай Пирогов посмотрел, что сейчас происходит в медицине великой страны по имени, да, вот этой державы мощнейшей, которая так украшена танками, пароходами, самолетами, и что происходит с людьми. Вот сейчас не дай бог какая-то заварушка. Разве вернется 93% в ряды российской армии? Да никогда, поверьте мне. Сейчас все по-другому. И то питание, если наши дворяне, да, и те люди, которые максимально заботились о своем здоровье, да, они пили, они пили шампанское ведрами, они танцевали на балах. Мы тоже сейчас делаем балы, чтобы нам объединить свет общества, чтобы все знали, что рядом в этом зале и врачи, и юристы, и бизнес-элита, и чиновники. Это политическое мероприятие. То есть на совсем другие отношения у людей, которые бывают на балах. Совсем другое отношение даже вообще к миру, и к России, и к Владимиру Владимировичу Путину. То есть недооценивают полностью, потому что на самом деле обстановка плохая. И остановите любого человека на Арбате, который прекрасно одет, хорошо откормлен, он столько негатива выложит вот в сторону России. Это стыдно, это больно, это интеллигент, который готов продать свою родину. Понимаете? Потому что все думают, что там за кордоном лучше. Нет, там хуже. Потому что лучшая жизнь только в России. И выкладываться мы должны только в России. Все должны забыть про заграницу. Нельзя. Мы единая нация. И если кто-то там ошибся, когда там много лет назад очень много потерь у людей, они продавали квартиры шикарные за копейки, уезжали за красивой жизнью в Америке, спросите у каждого. Все мечтают вернуться. Только некуда. Просто некуда. То есть у них ничего здесь нет. Одна тоска зеленая. Они вот столько достигли здесь за это время. Они просто испугались. Опять-таки, не хочу обвинять, но это тоже предательство. Если родина-мать заболела, нельзя ее бросать. Нужно быть рядом. Правда? А какая толпа интеллигентов и достаточно обеспеченных людей просто смылись искать лучшее место, греть свое пузо. В Испании, извините, там где-то куда они там еще уезжали. Дело в том, что мы должны сейчас каждому ребенку уделить много внимания, потому что нет просветительской работы. Это наша вина. То есть, если мы даже на улице видим, что ребенок стоит в Макдональдсе, нужно подойти и сказать, сынок или доченька, пожалуйста, послушай меня. Это так опасно. В этой котлете намешано столько гадостей. У тебя будет проблема с головой, с мозгами. И этот ребенок не найдет ни Агулову, ни Татьяну Валентинову, ни вас, да, не найдет. И ему никто дорогу не укажет, он будет больной человек. Страшно больной. Потому что ведь доказано, что фастфуд действует на мозги отрицательно прежде всего. Ведь, между прочим, ведь обратите внимание, в Швейцарии запретили Макдональдс, значит, это можно на государственном уровне. А мы ведь об этом не говорим, мы ведь об этом не пишем никому, давайте писать. Нужно сделать все, чтоб с сегодняшнего дня, прежде всего, друг другу сказать, ребята, милые, родные, соотечественники, любимые, как мы вот сейчас сегодня говорили, любимые, возлюбленные. Какое великое счастье, что наша Россия чудесная страна, что за ее состояние практически молится огромное количество монахов, которые самовольно уходят в монастыри только благодаря молитвам «Жива Россия». Это правда. Она святая. Это чистая правда. Россия – это святая страна. Но мы не должны так позориться. Что сказал Владимир Владимирович? Если мы станем все 146 миллионов вдоль границы, огромная часть будет не защищена. Это страшно. Нас очень мало. Пусть приезжает кто угодно. Узбеки, чеченцы, армяне. Пусть рожают хотя бы они детей. Это их дети пойдут защищать Родину. Они любят нашу страну. СНГ, да? Киргизы, казахи. Если они в состоянии родить по 8-10 детей, пусть они будут российскими гражданами. Это тоже выход из положения. Согласитесь. И у них, кстати, любви больше. Эти нации на самом деле очень любят друг друга. Вот посмотрите. Столкнулись две машины до 20 минут. Если там армянин, то прилетит 20 армян. А если вот русский, да, то ни один не подойдет даже не спросить брата, что случилось. Это тоже имеет значение. Нам этого очень не хватает. Я хочу вам пожелать всем большого, крепкого, серьезного здоровья. То есть, такого грамотного здоровья. Чтобы мы сами, как визитные карточки, выглядели здорово и молодо. И жили столько, сколько обещано учеными. Да? От 120 до 170 лет. Это чистая правда. Дай Бог. Нобелевское время надо изучить непременно. Это тоже. Я хочу вам сказать огромное спасибо, что мы сегодня собрались на следующий круглый стол. Мы соберем... Я хотела бы видеть всех вас. Придут еще другие, новые. Сегодня вы заметили, да? В прошлый раз было, к сожалению, очень много народу. Было очень шумно. Поэтому мы сегодня пригласили меньше тех, которые очень активны и деловые. Но вот мы готовимся к международному конгрессу в сентябре месяце. Он будет двух- или трехдневный. Мы будем приглашать несколько специалистов из разных стран. Я думаю, что это нам пригодится для будущего центра подготовки кадров, потому что мы обязательно должны периодически приглашать весь мир. Пусть они делятся. Они с удовольствием. Они мечтают приехать в нашу страну. И Германия, и Англия, и Америка. Ученые и врачи мечтают приехать к нам. Совершенно выложить все, что они наработали. Оставить литературу, оставить диски с операциями и со всем. Но почему-то никто не собирается сюда их приглашать. Это ведь и важно. Нашим студентам это важно. Молодым врачам. Да и взрослым врачам. Очень даже бы полезно посмотреть, чего достигли наши зарубежные коллеги. И я хочу еще раз пожелать сегодняшнего дня. Пожалуйста, давайте питаться правильно. Давайте увеличим продолжительность нашей жизни. И поможем всех, кто в километре от нас хотя бы, увеличить это активное долголетие. Эту прекрасную жизнь в прекрасной стране. Давайте, как вы призвали, любите друг друга. Это очень важно. Единственная заповедь Христа, которую мы должны помнить. Да любите друг друга. Как ты, Господи, узнаешь нас, когда придешь во втором пришествии? По любви друг другу не скроешь. Тот, кто любит друг друга, не скроешь. И кто не любит друг друга, тоже не скроешь. Дай Бог всем процветания. Дай Бог, чтобы все зарабатывали огромные капиталы. И чтобы вкладывали в развитие нашей страны. Чтобы строили, как морозовые бахрушины когда-то, академии. И целые города больниц, которые по сей день лучшие в мире. Дай Бог. Дай Бог, чтобы мы создали тот самый фонд, который сегодня должен поддерживать всех больных. Учителей, врачей и ученых. Это очень важно. Мы должны их видеть. Мы должны их, может быть, даже надо подумать, приглашать побольше. Как в прошлый раз мы пригласили Нюма Вакина. Все просто заслушались его речи. Просто удивительно. Какой необыкновенный человечище. Но его учение тоже никому не нужно. Поэтому мы должны встречаться. Мы должны писать монографии. Мы должны в школах оставлять хотя бы памятки. Мы должны в институтах или в академиях медицинских оставлять. Знаете, вот есть справочник молодого врача, например. Ведь каждый может написать. Очень легко ориентироваться взрослому, пожилому врачу. И очень тяжело ориентироваться молодому. Пусть каждый получит справочник молодого врача. Краткий. Симптомы, что рекомендуется. Не химиотерапия, не фармация. А вот именно, как вы сказали, природа. Да, дары природы. То есть поднятие учения и Пирогова, и Сечина, и Боткина. И их рекомендации давать молодым специалистам. Это будет очень правильно. И на самом деле уже большой шаг. Наш шаг в вклад в процветание в великой, в великой России, лучшей страны во вселенной. И пусть наш президент будет самым здоровым, самым богатым. Дай Бог всем здоровья и счастья и вашим деткам, и внукам, и правнукам, и пра-пра-пра-правнукам. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»